природу посреди разрушенной цивилизации. Биение начала, возникающее после разрушения. Бессмертный выпустил свою волю в природу, две силы начали резонировать, и взамен на волю природа выпустила свою сущность. Сущность природы медленно концентрировалась, образовывая некую фигуру, которая вскоре слилась с Чичучхалем. Он стал единым с природой. Воплощение природы, Чичучхаль открыл свои глаза. Хотя он начинал на закате, солнце теперь было над его головой. Все его тело было мокрым от крови и пота. Он не заметил ни течения времени, ни ран на своем теле. Бессмертный, окруженный зеленью, впитал в себя свою магическую силу. Кваэн. Магическая сила взорвалась изнутри, проникая в его кровеносные сосуды. Чичучхаль поднялся на ноги. Его тело приобрело бирюзовый оттенок, свиш. Чичучхаль расправил веер. Сущность природы вспыхнула от него, вздымалась в воздух. Внезапно она превратилась в огромный тайфун, охвативший окрестности. Яростный огонь вспыхнул в тайфуне. Гармония ветра и огня захватывала дух. Это было естественное явление за пределами человеческого понимания. Такие бедствия происходили одно за другим. Красный, зеленый и серый собрались вместе, превращая все вокруг в картину разрушения. Все это было грандиозным показом его дара разноцветного бессмертия. Ох, а он не засох. В этот момент мягкий голос пронзил ураган и достиг ушей Чичучхаля. Бессмертный обернулся. Как он и догадался по голосу, там стоял Шин Менчхаль, владелец Сеула и самый сильный человек современности. Чичучхаль молча уставился на него. Я имел в виду этот цветок, а не тебя. Шин Менчхаль улыбнулся и завертел цветком, упавшим на обочине дороги. Чичучхаль остановил поток своей магической силы. Его тело, которое было ассимилировано с природой, снова превратилось в тело человека. Твоя сила удивительна, но не переутомляйся. Чичучхаль не ответил. Он считал, что Шин Менчхаль был здесь не для того, чтобы вмешиваться в его тренировки. Он не был хитрым, лишь легкомысленным и ленивым. Улыбнувшись, Шин Менчхаль плюхнулся на землю. Это забавно. Обычно людей, которые любят природу, называют сентиментальными. Но тот, кто ближе всех к природе, совершенно бесчувственен. Тот, кто ближе всех к природе. Чичучхаль знал, что Шин Менчхаль имеет в виду его. Естественно, его ответ был наполнен равнодушием. Это потому, что у природы нет чувств. Природа лишь приходит и уходит, не требуя сочувствия или отказа от разрушения. Это был очень обычный для Чичучхаля ответ. Шин Менчхаль слегка улыбнулся. Однажды ты станешь опорой. Чичучхаль, пытаясь сымитировать своего собеседника, тоже неуклюже улыбнулся. Когда выражение лица Шин Менчхаль снова стало торжественным, он спросил бессмертного. Кстати, когда ты вернешься, сейчас ты нужен Сеулу. Чичучхаль покачал головой. Еще не время. Он планировал вернуться только после того, как научится контролировать свои силы. Еще естественней. Понятно. Шин Менчхаль кивнул и поднялся со своего места. Я не буду тебя беспокоить. Отправь мне письмо. Когда вернешься. Бессмертный смотрел на уходящего Шин Менчхаля. Шин Менчхаль всегда был таким неторопливым и элегантным. Каждый раз, когда Чичучхаль смотрел на него, уголок его сердца начинал трепетать. Но Чичучхаль не мог определить свои эмоции. Была ли это зависть, ревность или может быть ненависть? Он не мог сказать. Чичучхаль решил обратить свое внимание на тренировки. Он снова закрыл глаза и обрел единство с природой, на этот раз достигнув слегка более лучшего объединения. Один день, два, четыре, наконец, прошло два года. Теперь Чичучхаль прекрасно понимал свой дар. С другой стороны, его способность чувствовать эмоции ухудшилась еще сильнее. Он спустился с горы и вернулся на поле битвы, полной монстров. Но монстры не могли ему ничего противопоставить. Взмах рукой и появился тайфун. Взмах веером, начался шторм и засверкали молнии. Один шаг, и на монстров обрушивалось землетрясение. Подобно тому, как люди давили муравьев, Чичучхаль покорил половину Сеула своей подавляющей силой. Веешь, Чичучхаль медленно открыл глаза, ощущая мимолетное дуновение ветра. Перед его глазами был недалекий пейзаж прошлого, а роскошный потолок. Столкнувшись с реальностью, Чичучхаль понял, что ему приснился сон. Это был его первый сон за долгое время. Тем не менее, когда Чичучхаль встал со своей кровати, он был так же спокоен, как обычно. Сон на него никак не повлиял. Он прочистил горло, поправил одежду, быстро принял душ и проверил свой браслет. Сегодня ему пришло много сообщений. Ким Суха хочет поговорить с вами о похищении девушки с властью лечения. Следя на Юной происходит что-то странное. Похоже, она уже встретилась с Ким Чжунха. Ассоциация созвала совещание по поводу Эрдына. Юйонха из сущности пролива хочет встретиться с вами. Различные газеты просили об интервью. Глубокий, темный взгляд Чичучхаля перебирал предложение одно за другим. Из всего, что он получил, больше всего выделялось имя Юйонха. Глава 350. Сбор 2. Территория Эрдына. Подземная лаборатория. Эрдын посетил свою лабораторию. Когда гуманоидные монстры заметили своего короля, они немедленно прекратили свои действия и поклонились. Эти монстры были не так физически сильны, как другие, но они были чрезвычайно умны. Можно сказать, они были любимым типом монстров. Поднимите головы. Только когда король отдал приказ, монстры наконец выпрямились. Ордын осмотрел лабораторию. Среди различного лабораторного оборудования больше всего выделялась гигантская яйцевидная капсула. Эта капсула была медицинским устройством, используемым для лечения гуманоидных монстров, которые были ранены во время последней битвы с людьми. Орден посмотрел на Куру-Куру, который был внутри капсулы. Из шести человекоподобных монстров, отправленных на битву с группой хамелеона, он был единственным, кто выжил. Несмотря на то, что Куру-Куру проиграл, он растет с каждым днем, объяснил Ордыну чей-то голос. Король монстров повернулся лицом к владельцу голоса. Встретившись с Ордыном, человек вежливо поклонился ему. Куру-Куру учится на своих ошибках. Как только все его раны заживут, Куру-Куру станет сильнее, чем когда-либо. Ланкастер, единственный слуга не монстр Ордена, добавил. Ордын посмотрел на Ланкастера и снова повернулся к Куру-Куру. Куру-Куру-Куру. Глаза Куру-Куру, смотрящие прямо на короля, испускали багровое сияние. Это был его способ выражения пылкой преданности и радости. Кроме того, синтез гуманоидного монстра 2.0 был завершен. Король был заинтригован словами Ланкастера. И заслуживает ли кто-нибудь из них звание моего услуги? Да, конечно. Из 31-103 попыток синтеза успешными были 4. Несмотря на низкую вероятность успеха, результаты просто невероятны, объяснил Ланкастер, ведя короля к четырем капсулам. Вот они. Ордын встал перед четырьмя капсулами. Что думаете? Четыре гуманоидных монстра. Они обладали характеристиками как людей, так и монстров. Орден медленно начал оценивать происхождение четырех монстров. Первым гуманоидным монстром был гималайский горный тиран. Очевидным этому доказательством была его схожесть с тигром. Вторым гуманоидным монстром был призрак, отличающийся своим полупрозрачным телом. Третьим гуманоидным монстром была птица отчаяния с птичьим клювом, печальными глазами и хвостами павлина. Четвертым и последним гуманоидным монстром был голем. Он был похож на человека, за исключением того, что его руки были сделаны из твердых камней. Это четыре совершенных гуманоидных монстра, рожденных милостью вашего величества. Орден обладал способностью поглощать и высвобождать энергию других. Это было похоже на технику поглощения ци, часто встречаемую в романах о боевых искусствах, но более сложную и неограниченную. Орден смешал различные силы, которые он впитал, перестроил их в своем кишечнике и выпустил результат, который принял форму сердца через рот. Работа исследователей заключалась в том, чтобы заботиться о сердце, пока оно не стало полностью выросшим гуманоидным монстром. Пожалуйста, назовите их. Король начал мучиться из-за просьбы Ланкастера. Придумать идеальное имя всегда было сложной задачей. После долгих размышлений король наконец объявил имена своих новых слуг. Я назову их Тигрис, Иксфилл, Далларины, Таджи. Соответственно, это отличные имена. Воспользовавшись лестью, Ланкастер начал записывать видео четырех капсул. Он планировал использовать это видео как средство, чтобы угрожать стране, которую он ненавидел от всего сердца Англии. Боевой крейсер. Я разговаривал с представителями корейского правительства в Генкелеоне, гигантском линейном крейсере, поддерживаемом моим даром. Благодаря силе сферы регенерации Генкелеон продолжал существовать уже более тридцать шесть часов. Рядом с ним сидела Айлин. Она вызвалась стать моим покровителем, утверждая, что без поддержки влиятельной фигуры правительство будет считать мое мнение пустым звуком. Да, этот крейсер принадлежит мне. Ах, услышав мои слова, один из представителей правительства изумленно воскликнул. Плюс три АИ, плюс один АИ, плюс два АИ, плюс три АИ, четыре АИ. Даже сейчас мой АИ увеличивался в реальном времени, что неудивительно, учитывая, что практически все СМИ обсуждали Генкелеон в своих новостях. Понятно, другой представитель кивнул. Я не был уверен, какова его позиция, но он казался довольно важным. Прямо сейчас все, что я знал о нем, было его имя. Он представился мне как Пэк Джон Хюн. Мы не собираемся оспаривать ваши права собственности на предметы из башни желаний. Однако мы не можем позволить вам вновь занять воздушное пространство нашей страны в будущем, поскольку это вызовет панику среди наших граждан. Конечно, на этот раз не будет никаких последствий. Мы благодарим вас за то, что вы вернули наших героев в целости и сохранности. Я также верю, что вас могут даже наградить орденом за военные заслуги. Орден за военные заслуги. В этом мире система заслуг в Корее была очень систематической и строгой. Получатель первоклассного ордена за военные заслуги Тыгука считался представителем дворянства. Тайгиук – традиционный корейский символ. Это слово связано с китайским термином тайцзи, что означает высший предел. Символ был выбран для дизайна национального флага в 1880х годах, известного как Тайгиукге. Я кивнул. Да, я понимаю. Будет ли теперь этот крейсер постоянно существовать в этом мире? Нет, я могу заставить его появиться и исчезнуть. Если это так, не согласитесь ли вы помочь нам во время третьей миссии по убийству ордена? Экчжон Хён бодрым образом задал важный вопрос. Но я был слишком поглощен словом третьей, чтобы заметить. Первоначально эта арка должна была закончиться во время второй миссии. Конечно, я могу помочь вам, но я считаю, что привлекать большую группу людей к этой миссии не потребуется. Я аккуратно озвучил свое мнение. Взрыв ордена полностью уничтожил всех монстров на земле, поэтому в следующий раз нам не понадобится много героев. Нам нужна небольшая группа элитных героев, которая направится прямо во дворец ордена. Да, мы согласны с вами, но у нас были некоторые расхождения во мнениях относительно размера и стандартов команды. Мы не сможем проникнуть на базу ордена, не привлекая внимания его слуг, могущественных гуманоидных монстров. Их трудно победить с небольшим количеством героев. В этот момент в разговор вмешался мой самозваный покровитель Айлин. Ага, классно. Так что именно он получает? Первонаперво, мы предлагаем награду за головы гуманоидных монстров. Награду? Да, 100 миллиардов вон и артефакт за голову, пробормотал Бэк Чжун Хён, покачав головой. Но кто будет готов войти в пасть смерти? Нет, я не об этом. Айлин внезапно нахмурилась. Вы должны дать ему что-то за то, что он уже сделал. Благодаря ему в живых остались сотни героев. Резкий выкрик Айлин сегодня казался очень надежным. Да, вы правы, я почти забыл. Бэк Чжун Хён спокойно кивнул и вынул листок бумаги из портфеля. Он был совершенно пуст. Мои глаза расширились. Пожалуйста, запишите название одного артефакта, который вы хотели бы получить. Одного? Одного? Серьезно? Айлин угрожающе посмотрела на него. Это было мило, а не страшно, но из-за ее социального статуса этот взгляд, кажется, прекрасно работал против Бэк Чжун Хён. Если вы хотите несколько, это тоже нормально. Пожалуйста, запишите все, что хотите получить. И мы, правда? Я на мгновение задумался, но ничего особенного в моей голове так и не появилось. Во-первых, я не из тех, кто сражается с артефактами. Стоп. Внезапно мне в голову пришла идея. Почему бы не попросить что-нибудь, что можно использовать с синтезом? Я посмотрел на Бэк Чжун Хён и записал на листе бумаги название артефакта. Это не слишком. Я написал мушкет Наполеона, один из артефактов под покровительством французского музея. Я подумал, что мушкет может пригодиться, если я объединю его с десерт Ягле. Хэм. Бэк Чжун Хён молча посмотрел на лист, а затем кивнул. Думаю, это возможно. В самом деле, не вызовет ли это дипломатическую проблему? В конце концов, это Наполеон. В этот момент Бэк Чжун Хён слегка улыбнулся, а затем он продолжил объяснять холодным тоном, который контрастировал с его улыбкой. В этом мире, в нынешней ситуации, нет страны, которая могла бы бросить нам вызов. Ах, в этот момент я осознал вес и силу своих настроек. Кто посмеет бросить вызов самой могущественной нации в мире? В любом случае, пожалуйста, не отягощайте себя политикой. Не будет никакого дипломатического спора. Мы просто обменяемся артефактами. Договорив, Бэк Чжун Хён посмотрел на часы. Ровно шесть часов вечера. Спасибо за ваше время. Пришло время уходить. До свидания. Как только обещанные 30 минут закончились, Бэк Чжун Хён встал со своего места. Он был чрезвычайно пунктуален. Англия, Букингымский дворец. Миссия ассоциации провалилась, но, к счастью, жертв было очень мало. И все благодаря боевому крейсеру Генкелопы, который стал горячей темой для разговоров. Ху. Рычел, которая благополучно вернулась во дворец, вздохнула, вспомнив инцидент, в котором она была очень близка к смерти. Тыка, 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 тыка. Изящный звук печатания прозвучал в тишине. Рычел наклонила голову и посмотрела на диван. Там девочка в милом платье, Иван Дель стучала по своему смартфону. Губы Рычел изогнулись в улыбке. Что делаешь, Иван Дель? Иван Дель улыбнулась. Рычел. Я переписываюсь. Переписывается верно. За последнее время у нее появилось немало друзей, подумала Рычел, вспоминая лица троих детей, с которыми Иван Дель проводила много времени. Юнь Хайон, ее лучшая подруга. Леонардо, девятилетний мальчик по прозвищу Будущие Британии и трехлетняя дочь племянника Ахин, Бэрмарина. Когда Рычел впервые увидела девочку, она была удивлена. Странно было думать, что Бэрмарин, сражавшийся с Ким Хаджином в прежние времена, был женат и уже воспитывал дочь. Рычел с любовью посмотрела на Иван Дель и спросила. Ты пишешь Хайон? Нет, Иван Дель покачала головой. Тогда кому? Я переписываюсь с Хаджином. Хэм? Рычел вздрогнула, но вскоре спокойно кивнула. Ах, понятно. Веселись. Хорошо. Хорошо. Краткий ответ. Рычел обернулась, делая вид, что ей неинтересно, и вернулась к работе. Сегодня работы было особенно много, так как было много вопросов, которые ей нужно было решить, будучи лидером гильдии Королевского двора. Подтверждение встречи с сущностью динамики, 21 и краткое набор игроков в башню желаний, отправка героев для национальной обороны и т.д. Однако глаза Рычел продолжали смотреть в сторону. Хе-хе, тыка, тыка, хе-хе-хе, тыка, 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 тыка. Звук печатания и смеха продолжался раздаваться в ее ушах. Рычел не могла не задаться вопросом, о чем они говорили. У Рычел было много вопросов и к Ким Хаджину. Например, что случилось между тобой и Шин Джахюк, или чем ты в последнее время занимаешься. Естественно, она перевела взгляд на Иван Дель, а точнее на ее телефон. Она поправила выпрямилась, пытаясь взглянуть на экран, но в этот момент ее глаза встретились с глазами Иван Дель. После трех секунд молчания Иван Дель наклонила телефон в руках. Очевидно, она не хотела, чтобы Рычел увидела, что на нем происходит. Нет, это не то, о чем ты, Иван Дель, ты не думаешь, что пришло время начать использовать браслет. Смартфоны, которые были не более чем пережитками прошлого, обычно считались детской версией браслетов. Это были устройства, которые дети использовали, прежде чем перейти к более сложным браслетам. Мастер Ахин уже учит меня, как его использовать. Как только Иван Дель ответила, Тереринг раздался очередной звук уведомления. Лицо девочки сразу же засветилось. Вероятно, она получила еще одно сообщение от Ким Хаджина. Глядя на счастливую Иван Дель. Рычел поднесла ногти к рту и начала грызть их. То, что Иван Дель не хочет, чтобы я видела ее телефон, нормально. Но есть ли способ получить доступ к этим сообщениям, подумал Рычел. Хакинг. Рычел раньше никогда не пробовала взломать что-нибудь, но не похоже, что она потеряет что-то, просто попробовав. Хакинг. Хакинг повторяла Рычел у себя в голове, отчаянно обыскивая свой компьютер. Затем она пришла в себя и открыла свой мессенджер. Ким Хаджин. Некоторое время она смотрела на имя на экране, прежде чем наконец набрала смелости, чтобы отправить ему сообщение. Так как он сейчас писал Иван Дель, Рычел была уверена, что он ответит быстро. Хаджин Си? Да. Ответ пришел быстро, как и ожидалось. Рычел глубоко вздохнула и осторожно начала печатать. Между вами с Шин Джа Хюкси что-то произошло? Ах, ничего серьезного. Просто она сейчас не выходит на работу. Ах, ничего не случилось. Мы просто посмотрели фильмы все. Теперь мы даже не общаемся. О, понятно, может быть это и есть причина. Пока взволнованно печатала на клавиатуре, она вдруг почувствовала на себе пару глаз. Иван Дель, которая возилась со своим телефоном на диване, теперь смотрела на Рычел. Если точнее, на экран компьютера Рычел. Рычел молча отрегулировала угол наклона монитора, чтобы Иван Дель не смогла ничего видеть. Иван Дель не показывала свою переписку Рычел, поэтому Рычел тоже не собиралась показывать свою Иван Дель. Нечестно, Иван Дель надулась, как рыба-еж. Обычно именно так она показывала, что обиделась. Общественное беспокойство растет с каждым днем. Как обстоят дела в Корее. Я слышала, что число иммигрантов достигло рекордно высокого уровня. Англия полна напряженности. Монстры в Африке могут в любой момент решить проникнуть в Европу. Тика, 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 тика. Тем не менее, Рычел продолжала двигать пальцами по клавиатуре. Тика, 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 тика. Иван Дель тоже начала печатать на телефоне. Тика, 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 тика. Звук двух клавиатур смешался, усиливая дух соперничества. Несмотря на детскую природу нынешней ситуации, напряжение между двумя девушками было высоко. Подземный тренажерный зал в пандемониуме. Я закрыл глаза и сел в позу лотоса. Потенциал ордена был 9-9. Никто не сможет с легкостью победить его. Он был сложным противником, но у нас не было причин сдаваться. Сильнее стал не только ордын, но и мы. В отличие от оригинального романа, у нас теперь была башня желаний. Ху. Я глубоко вздохнул и начал составлять в голове список людей и вещей из башни желания, которые могли бы помочь нам, человечеству. Первой была Медея, которая была на грани восхождения. Во-вторых, карты на 21 этаже, с ними моя удача сможет показать свою истинную силу. Третьим были многочисленные духи, живущие в башне желаний. Башня сама по себе будет равна целой армии. Ха. Я остановил ход своих мыслей и открыл глаза, и спустив долгий выдох. К моему удивлению, прямо передо мной было лицо Чок Чингена. Мое сердце перестало биться от шока. Ты меня напугал. Чего здесь бояться? Что важнее, что ты здесь делаешь? Медитируешь? Пробормотал Чок Чинген, почесывая свои бакенбарды. Нет, как ты себя чувствуешь? Из того, что я слышал, группе Хамелеона пришлось сражаться с Куру-Куру и другими гуманоидными монстрами сразу после того, как они проникли на территорию Ордына. Босс оторвала ноги Куру-Куру. Чок Чинген уничтожал все вокруг, а кролик Друна проглотил трех гуманоидных монстров живыми. У тебя вообще есть причина, чтобы беспокоиться о том, как я себя чувствую. Однако, несмотря на мою обеспокоенность, Чок Чинген только фыркнул. Эти монстры ничто против меня. В самом деле? Тогда свали отсюда. Мне нужно тренироваться. Медитация – это не тренировка. Почему бы тебе не пойти поспарринговаться со мной? Нет. Тиска-тиска. Что за слабак? Чок Чинген заворчал и покинул тренажерный зал. Зал погрузился в знакомую тишину. Я сел на землю и начал дышать. Цель этого дыхательного упражнения состояла в том, чтобы увеличить потенциал моей силы души. ССП. Ху. По сути, сила души зависела от души. Вдыхая и выдыхая, я пытался контролировать силу, сконцентрированную в моей душе. Но весь процесс был абсолютно мне незнаком. Тем не менее, я продолжал пытаться. Хотя я уже овладел полным пониманием силы души благодаря своему ультимативному скиллу, мне все еще нужно было изучить основы, чтобы использовать ее более эффективно. Вот только была одна маленькая проблема. Черт, я понятия не имею, как это работает. Примерно через 10 минут я растянулся на полу. Кажется, что дыхательная хрень не работает, так что теперь я без понятия, что еще попробовать. Я вообще ничего не знаю о духовной силе. Это совсем не то, как я привык действовать. В отличие от главного героя, всякий раз, когда возникала проблема, я полагался на изменение настроек, чтобы совсем разобраться. Достигать улучшения исключительно благодаря своим усилиям. Для таких экстр, как я, такое не работает. Тогда означает ли это, что у меня больше нет места для совершенствования из-за того, какой неправильный образ жизни я вел? Нет, стоп, нет. Я яростно потряс головой и поднялся на ноги. Почему я вообще так стараюсь? До сих пор я проходил через сложные ситуации, изменяя настройки. Я все еще мог делать то, что делал всегда. 6083 Ай. К счастью, благодаря инциденту с Орденом я накопил немало Ай. Мне даже не нужно было еще раз все обдумывать. Я перевел взгляд на вкладку навыки. Навыки, 2-3, 1. Паркур, 2. Очаровательный голос. Укх, тупой очаровательный голос. Эти два слова лишь воскресили плохие воспоминания. Неважно. Я решил добавить третий навык в последний пустой слот. Третий навык. Техника использования буйной силы души средний ранг. Будет использована 2 500 Ай. Хотите продолжить? Количество Ай, необходимое для создания навыка среднего ранга, составило 2500. Я без колебаний нажал до сохранения. Минуточку. И снова взрывается огромная куча накопленной удачи. Какой же вы счастливчик. Поздравляем. Ранг вашего навыка был поднят до высокого. Благодаря моей удаче, ранг моего навыка был снова повышен от среднего до высокого ранга. В то же время поток идей начал заполнять мою голову. Как использовать силу души, как креативно использовать скиллы. Всевозможные блестящие идеи начали накапливаться в моей голове. Ким Хаджин. Внезапно на другой стороне тренажерного зала появилась босс. Кажется, она только что закончила тренировку. Все ее тело было покрыто потом. Ты как-то нехорошо выглядишь. Какие-то проблемы с тренировкой. Как только я услышал ее слова, мои глаза засияли. Моя голова была наполнена идеями, с которыми я хотел поэкспериментировать. Босс, стой на месте. Стоять? Да. Я хочу кое-что попробовать. Когда босс в замешательстве наклонила голову, я вскочил на ноги и перенаправил силу души из своего тела прямо в мозг. Глава 351. Значение эмоции 1. Я перенаправил силу души из своего тела в мозг. Оказавшись в голове, сила души превратилась в нечто совершенно иное. Она превратилась в слова. Создание силы души. Желтые символы появились в воздухе. Они напоминали внезапно появившуюся на сайте рекламу. Завершено. Сила души. Комплексная сила присутствия, основанная на типе опыта, накопленного за время существования души. В результате количества и применения силы души сильно отличались от человека к человеку. Это зависело от того, какую жизнь он вел и какими ценностями обладал. Однако у моей силы души был куда более систематичный и логичный эталон измерения. Буйная сила души. Ваша сила души похожа на часть системы, работающие по определенному алгоритму. Вы можете создавать и использовать рациональные чудеса, ваше тело эквивалентно компьютерной системе. Однако из-за ограниченной продуктивности вашего разума, количество чудес, которые вы можете хранить, ограничено четырьмя. Это было сознание писателя, выраженное как ноутбук, который мне дали, когда я впервые проснулся в этом мире. Конечно, учитывая, что я перестал писать свой роман на полпути, мое сознание писателя было не таким уж и твердым. Но поскольку все началось с моего романа, я нес тяжелую ответственность, нравится мне это или нет. Природа моей силы души была связана с моим статусом писателя. Пожалуйста, введите. Один описание чуда. Два условия активации. Три стоимость использования или поддержания. Четыре механика работы и эффекты. Прямо перед моими глазами сила души превратилась в клавиатуру. Мои пальцы затанцевали на клавиатуре, словно в них кто-то вселился. Моя воля превратилась в слова, которые затем превратились в предложения, создавшие чудо. Вы успешно создали первое чудо. Одного раза было достаточно, чтобы понять процесс создания. Я не особо задумывался при создании первого чуда. Все-таки я всегда могу удалить или изменить чудеса даже не тратя. Краткое описание чудо. Призывает духовую куклу, которая потребляет энергию противника. Условии активации. Раскрыть название чудо противнику. Стоимость использования или поддержания. Поглощает 0,5% силы души Ким Хаджина в секунду. Механика работы. Кукла прилипает к телу противника, регулярно поглощая его энергию. Эффект восстанавливает 0,25% силы души Ким Хаджина, поглощая 0,5% энергии противника в секунду. Создание чудо завершено. Клуб. Первая активация чудо не требовала силы души. В воздухе появилась кукла, похожая на дьявола. Свек, свек. Она немного напоминала барсука, или, может, енота. Что это? Узрев внезапное появление незнакомого существа, босс широко распахнула глаза. Им это маленький Ким Хаджин. Штраф за ужасное имя. Эффективность чудо была значительно снижена. Нет, стоп, подожди, не то. Я немного подумал, а затем предложил другое имя. Кровососущий чистильщик. Простое имя. Эффективность чудо остается прежней. Это вампир-падальщик. Неплохое имя. Эффективность чудо была немного улучшена. Что это значит? Ну, это скилл, который существует только у меня в голове. Я подошел к боссу и приклеил на нее вампира-падальщика. Вампир вцепился за ее руку и издал странный смех. Ху-ху-хун, ху-ху-хун. Что ты? Ээ. Через мгновение он уже начал поглощать энергию босса. Ее плечи дрогнули. Ну, и каково это? Странно. У-у-у. Попробуй снять эту штуку. Босс начала трясти рукой, к которой прицепился кровососущий чистильщик. Раз, два, три. Она продолжала, пока из ее руки не начал подниматься дым, но кровососущий чистильщик даже не вздрогнул. Дубль-вэт-эф. Ты скорее всего не сможешь снять его с помощью грубой силы. Только сила души может противостоять силе души. Сегодня я впервые использовал силу души и, что удивительно, все пошло довольно хорошо. Ха-ху-ху. В этот момент босс активировала свой дар, бесконечную тень. Когда огромная тень собиралась поглотить кровососущего чистильщика, я быстро начал печатать, добавить эффект, блокировка дара цели, предупреждение, потребление количества духовной силы в секунду будет увеличено в 100 раз, способности блокировать дар было достаточно, чтобы сделать кровососущего чистильщика значительным оружием, но высокая эффективность всегда сопровождалась высоким риском, единственный способ противостоять высокому риску, добавить новые условия, условия, цель должна была быть под наблюдением хотя бы 360 часов, вмешивается ваша удача, несмотря на слабые условия, потребление количества духовной силы в секунду будет увеличено лишь в два раза, после установления нового условия был соблюден некий баланс, следовательно, блокировка дара цели была успешно активирована, что, босса пешила, когда тени, которые всегда были рядом с ней, исчезли, босса ошеломленно посмотрела на меня, что-то не так, спросил я, делая вид, что ничего не знаю, это сила души, да, странно, я не могу призвать теней, конечно, это потому, что я поглощаю твой дар, поглощаешь, босс нахмурилась, я хитро улыбнулся, внезапно, без какой-либо конкретной причины, меня охватило желание подшутить над ней, это называется наследие, теперь твой дар принадлежит мне, не ври, ты, что, думаешь, я тупая, я промолчал, и ничего не говорил, 10 секунд, чего было достаточно, чтобы неплохо встряхнуть босса, сними с меня этого енота, это приказ, ха-ха, я просто шучу, сейчас же сними его, я засмеялся и снял кровососущего чистильщика с руки босса, босс посмотрел на мое новое оружие неодобрительным взглядом, кровососущий чистильщик снова превратился в силу души и вернулся ко мне, так это и есть сила души, ну, по факту, да, похоже на скиллы из башни, а ты права, фактически, именно сила души делала скиллы возможными, и мым, босс молча уставилась на меня, а затем снова активировала свой дар, убедившись, что тени подчиняются ее воле, она с облегчением вздохнула, тем временем я уже начал готовить еще одно чудо, которое хотел испытать на ней, духовная пуля, пуля, которая воздействовала на нервную систему, нарушая физические движения, Восточное море, Геройская военная академия, многие герои впервые за долгое время посетили их эльмаматер, военную академию героев, также известную как Куб, обычно из-за частых вторжений джиннов, посторонним вход в Куб запрещался, однако, сегодняшний день был исключением, сегодня выпускники собрались здесь для великого дела, и это великое дело касалось спонсируемого правительством квалификационного экзамена на вступление в специальную элитную группу особого назначения, именно так они выбирали героев для атаки на Ордына, здесь чертовски много людей, в общей сложности 9000 человек со всего мира подали заявку на вступление в эту группу особого назначения, хотя это правда, что они добровольно вызвались помощь, многие из желающих были привлечены наградами, первой наградой было обещание постоянного проживания или гражданства в Корее, если участвующий герой не был гражданином Кореи, ему или ей будет гарантировано либо постоянное проживание, либо гражданство Кореи в обмен на его или ее службу, и эта привилегия будет распространяться и на семью героя-участника, большинство претендентов из других стран были привлечены именно этой наградой, так как в настоящее время очень трудно получить корейское гражданство, вторая награда, конечно же, деньги, при принятии участия вам сразу же выплатят 10 миллиардов вон, а месячная зарплата будет составлять 5 миллиардов, ассоциация предположила, что эта миссия продлится долго, по завершении миссии участники будут награждены суммой до 300 миллиардов вон в зависимости от его или ее роли в миссии, в качестве третьей награды был артефакт, герои, прошедшие скрининг, немедленно получат артефакт на свой выбор, из-за этих наград каждый заявитель словно сгорал от нетерпения, боже, конечно, были и герои, которые не интересовались наградами, такие как Чен Аюна, Чен Аюна безразлично оглядела комнату, Франция, Германия, Россия и Т.Д., в комнате было полно героев со всего мира, но никого из них не интересовало Чен Аюна, Леклас, ты тоже здесь? У меня не было другого выбора, это единственный вариант, который у меня остался после провала квалификационного экзамена на постоянное проживание, ты тоже? Уха-ха-ха, Леклас и Левелок из Франции и России, соответственно, были известны в своих странах, согласно стандартам ассоциации это были герои высшего ранга 2 уровня, тем не менее, Чен Аюна не была впечатлена ими, возможно, в прошлом она была поражена героями 2го уровня, но теперь все было иначе, и ксдрузский Левелок 00, мне так скучно, когда уже моя очередь, все электронные устройства были запрещены, что означало отсутствие браслетов и игровых приставок, Чен Аюна чувствовала себя так, словно вот-вот умрет от скуки, как дела, в этот момент к ней подошел какой-то парень, хотя его голос был ей знаком, выглядел он совершенно иначе, это был Шин Джон Хак, Хей, козлиная бородка, Чен Аюна, хихикая, поприветствовала Шин Джон Хака, козлиная бородка, ну, а как еще, скажи Бея, 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 нет, стоп, нахмурившись, Шин Джон Хак встал рядом с ней, Чен Аюна посмотрела на него, он казался намного старше, чем на самом деле, скорее всего это все из-за этой уродливой бородки, на что смотришь, неважно, ты уже закончил тест на квалификацию, я судья, что, серьезно, как, Шин Джон Хак улыбнулся и показал ей свое ИД героя, Шин Джон Хак, герой высшего ранга 1 уровня, 315 места, вице-лидер опустошенной луны, у Чен Аюны отвисла челюсть, что за, каким образом ты высшего ранга 1 уровня, нет, что важнее, в смысле ты на 315 месте, кого ты подкупил, ха, все просто, я просто победил другого героя высшего ранга 1 уровня, Чен Аюна была ошеломлена уверенностью Шин Джон Хака, в этот момент прозвучало объявление, далее, Чен Аюна, средний ранг 2 уровня, средний ранг 2 уровня казался слишком жалким по сравнению с званием Шин Джон Хака, естественно, весь зал ожидания начал гудеть от голосов, здесь средний ранг, как этот человек умудрился пройти скрининг, эй, разве это не Чен Аюна, ну, внучка Чичучхоля, нет, скорее всего, у нее просто такое же имя, у Чен Аюны просто ну никак не может быть средний ранг, Чен Аюна вздохнула, ты все еще среднего ранга, ошеломленно спросил Шин Джон Хак, да, и что, я могу побить тебя, если захочу, я просто не проходила официальное тестирование, заявила Чен Аюна, Шин Джон Хак лишь ухмыльнулся, раздраженная очевидным издевательством, Чен Аюна вскочила на ноги, я пошла, бам, бам, смотря как Чен Аюна направляется к испытательной комнате, Шин Джон Хак пробормотал, Ким Хаджин не придет, Чен Аюна остановилась, Шин Джон Хак пожал плечами, просто дал тебе знать, все еще замороженное на месте, Чен Аюна оглянулась на Шин Джон Хака, я знаю, это было все, что она сказала, прежде чем войти в комнату для испытаний, когда она открыла дверь, ее встретил незнакомый пейзаж, меня зовут Чен Аюна, испытательная комната была огромным полем, небо и поле тянулись бесконечно во всех направлениях, предоставляя испытуемым достаточно места, чтобы показать, на что они способны, начинаем процесс оценки героя среднего ранга 2 уровня, Чен Аюны объявили судьи, сидящие напротив нее, она была знакома с ними обоими, Айлин и Юсихюк, Чен Аюна ухмыльнулась Юсихюку, сотри ухмылку со своего лица и покажи нам, на что ты способна, герой ранга мастер 23 места, Юсихюк строго одернул ее, но даже после этого Чен Аюне было трудно всерьез воспринимать своего мастера, ладно ладно, Чен Аюна обнажила свой меч, ее клеймор, который был около 2 метра в длину, был больше, чем его владелец, Чен Аюна влила свою утонченную магическую силу в оружие, которая взяла из башни желаний, Шваяа, в этот же момент вокруг клеймора вспыхнула яркая магическая сила, великолепный выплеск магической силы длинной 10 метров почти коснулся неба, Юсихюк улыбнулся, в то время как Айлин никак на это не отреагировала, это около 30 процентов, вперед, издав боевой крик, Чен Аюна взмахнула мечом, бум, ее атака, направленная прямо на судей, продолжала набухать, втягивая тепло и порывистый ветер из окружения, однако, когда ее атака была на расстоянии вытянутой руки от судей, стоп, тихий голос остановил волю меча, небольшая часть мощи духовной речи Айлин превратилась в непреодолимую силу, связавшую мечницу, глядя на воина перед собой, мастер духовной речи Айлин холодно объявила, герой среднего ранга 2 уровня, Чен Аюна, ты прошла испытание, поздно ночью, на обширном поле в Центральной Азии, я лежал под ночным небом, окрашенным ярким сиянием звезд и луны, мягкий ветерок пронесся мимо моих щек, мягкая трава под спиной нежно ласкала кожу, звездное небо было прекрасным, словно пятна света, разбросанные по холсту, полному непроглядно черной краски, простое и тривиальное явление, пейзажи вроде этого были редкостью в мире, откуда я пришел, хотя, если честно, тогда я даже не думал смотреть на такие пейзажи, сегодняшняя тренировка тоже была веселой, пока меня постепенно поглощал красивый вид неба, я услышал голос, голос звучал сильным и твердым, в отличие от меня, который всегда был совершенно истощен после тренировки, это была босс, ага, я слегка улыбнулся ей, последнюю неделю мы с боссом тренировались вместе, босс была хорошим противником, чтобы тренировать и экспериментировать с силой души, мне не нужно было сдерживаться, потому что она могла блокировать любые атаки, мне также иногда нравилось подшучивать над ней, хотя она, похоже, даже не поняла, что я делал это специально, тогда мы будем тренироваться и завтра, я не ответил, вместо этого я вспомнил, что произошло сегодня, о том, как я сделал боссу афро, используя свою духовную пули, о том, как я манипулировал ее нервной системой, поменяв местами сигналы рук и ног, и о том, как она в итоге стояла на руках, давай потренируемся и завтра, повторила босс, я предполагал, что иметь дело со мной довольно утомительно, но, кажется, босс считала все это несколько забавным, ну, мы уже тренировались вместе целую неделю по 12 часов в день, значит, ты больше не хочешь, босс надулась, я лишь молча улыбнулся, может ты уже снимешь эту медвежью голову, в течение прошлой недели босс носила голову медведя каждый день, я честно не могу понять, почему она ей так нравится, она все еще полезна, босс покачала головой, что ты имеешь в виду подполезна, существует огромное количество шлемов лучше, чем этот, ты можешь зачаровать его для меня, Хаджин, четырехцветное зачарование, у тебя хороший скилл, я бы предпочел использовать его на другом артефакте, зачем мне зачаровывать что-то подобное, услышав мои слова, босс внезапно замолчала, она пожевала губы, дуясь, а затем, наконец, закрыла рот медведя, лицо босса исчезло, и его заменила морда медведя, я улыбнулся ей, а затем перевел взгляд на небо, внезапно мне в голову пришла мысль о таинственной лупе, босс, что, таинственная лупа, магический артефакт высшего уровня, определение слабости, использует магическую силу для выявления слабых сторон цели, определение эмоций, использует магическую силу, чтобы определить чувство цели к вам, при недостаточном количестве магической силы, выявленные слабости и эмоции могут быть неточными, это был артефакт, который позволял пользователю видеть эмоции других, интересно, о чем сейчас думает босс, усмехнувшись, я направил лупу на босса, секундочку, мне просто любопытно, хаймым, мне нужно будет потратить все пять полос клейма, чтобы выяснить слабость босса, но ее текущие эмоции, это, я, вероятно, смогу узнать, потратив лишь две, я влил две полосы клейма в лупу, вскоре на поверхности стекла появились буквы, что это такое, эхом отозвался из головы медведя голос босса, холодный ветер взъерошил ее волосы, зашелестели листья, я застыл, не замечая ничего вокруг и молчал, пока ветер не подул на нас, раздувая опавшие листья, что, только три фразы были выгравированы на стекле, но это были не те эмоции, которые я мог бы просто проигнорировать, вина, желание быть вместе, привязанность. Глава 352, значение эмоции, 2, 3 эмоции, обнаруженные увеличительным стеклом, вина, желание быть вместе, привязанность, я мог понять чувство вины, в конце концов, босс призналась, что убила родителей Ким Чон Дана, но вот привязанность понять сложнее, конечно, привязанность проявляется во многих формах, таких как крепкая дружба и связь между товарищами, Ким Хаджин, в этот момент меня окликнули, я был захвачен врасплох, но ответил как можно спокойнее, да, нечестивая попросила нас об одолжении, она сказала, что передаст нам боевую арену пандемониума, если мы освободим ее руководителей, заключенных в тюрьму на 15 этаже, босс сменила тему разговора, чрезмерная лояльность Хорнера стала причиной падения нечестивой, хотя я и не особо против, у такого влиятельного Джинна явно есть свое применение, она была гораздо адекватней, чем остальные члены девяти зол, такие как Дестракшн, Террор и Ужас, верно тогда я займусь этим и буду выпускать их одного за другим, и мым, хорошо, босс наконец сняла голову медведя, ее глаза были такими же спокойными, как и всегда, я смотрел на нее, а она смотрела на меня, она, вероятно, не знает, что за чувства испытывает, босс провела свое детство окруженное кровью и смертью, ее проклинали и оскорбляли, если бы я был обычным человеком, я бы обмочил штаны, увидев ее, живя в таком аду, вполне нормально потерять все свои чувства, но нынешне я чувствовал глубокую близость к боссу, иногда я искренне полагался на нее, почему, потому, что она была персонажем, которого я создал, или потому, что у меня были к ней чувства, о которых я не знал, я посмотрел на небо, боясь встретиться с ней взглядом, ху, я подсознательно вздохнул, если привязанность босса ко мне произрастала из-за чувства вины, однажды мне придется признаться ей, признаться, что Ким Хаджин и Ким Чон Дан, разные люди, что убитые ею родители не имеют никакого отношения ко мне, что я не житель этого мира, что это прошлое на самом деле не принадлежит мне и что ей не нужно винить себя, в этот момент по ночному небу пролетела полоса света, Хэм, это была маленькая, но сверкающая падающая звезда, и это падающая звезда, загадай желание, я уверена, что оно сбудется, прошептала босс с широко раскрытыми глазами, вместо того, чтобы смотреть на падающую звезду, я набрался смелости и посмотрел на босса, она смотрела на небо, я искренне сочувствовал ей из-за мрачного и пустого прошлого, через которое ей пришлось пройти, ее задумчивая красота заставляла мое сердце мягко трепетать, я не уверен, опечатка это или нет, но тут изначально была ее задумчивая красота заставляла ее сердце мягко трепетать, ты загадал желание, босс невинно улыбнулась, нет, я упустил момент, потеряно пробормотал я, не волнуйся, может быть заметим еще одну, будь на чеку, после этих слов мы продолжили молча смотреть на ночное небо, босс с нетерпением ждала появления еще одной падающей звезды, но, когда этого так и не произошло, босс несколько удрученно повернулась ко мне, хаджин, она назвала мое имя, хаджин, а не чендан, да, равнодушно ответил я, босс посмотрела мне в глаза, а затем как бы мимолетно пробормотала, я сожалею о многих вещах, я не могу выразить все это словами, ее голос достиг моего сердца и распространился по моему телу, ее искренние извинения заставили меня чувствовать себя виноватым, я засмеялся и покачал головой, я же говорил, просто забудь об этом, желание, которое она только что загадала, было, несомненно, тем же, попрощавшись с ким хаджином, босс свернулась в свою комнату и уставилась на спящего спартана, по какой-то причине он превратил ее кровать в свое гнездо, босс улыбнулась и села за свой стол, ей все еще нужно было сделать кучу дел, перед тем как идти спать, первым делом она отправила нечестивое сообщение, спрашивая, каких руководителей она хочет освободить первыми, а затем начала отвечать на секретное сообщение о миссии по убийству Ордена, которое им отправила Ассоциация Героев, однако на середине ответа она внезапно почувствовала навязчивую пустоту в своем сердце, поскольку это чувство вызывало сильную вялость, у нее не было выбора, кроме как отложить ручку, она внезапно почувствовала себя опустошенной, она уже достигла большинства своих целей, группа хамелеона завладела половиной пандемониума, она восстановила власть предыдущего босса над городом, даже их имя теперь было четко выгравировано в умах джиннов и людей, единственная цель, которую она преследовала, была месть, был, босс подумала о Белле, предателе, который убил предыдущего босса и исчез, в прошлом одно только его имя вызывало неконтролируемый гнев, но пылающая ярость со временем остыла, в конце концов замерзнув, внезапно в ее голове, вместе с лицом Белла, всплыло лицо Ким Хаджина, сначала он был лишь инструментом, чтобы убить Белла, она планировала выбросить его, если он окажется бесполезным в качестве инструмента, и даже если был бы полезным, она планировала использовать его лишь раз, а затем выкинуть, однако теперь у Ким Хаджина была совсем другая позиция, бам, хм, внезапная боль пронзила ее сердце, босс наклонила голову, задаваясь вопросом, не получила ли она травму во время тренировки, не в состоянии найти ответ, она включила систему видеонаблюдения, которая следила за Ли Юри, Друн, смотри, на что, на экране были ли Юри и Друн, которые весело общались, подростки выглядели счастливыми, разговаривая друг с другом, эти двое, глаза босса загорелись, когда она увидела, как они флиртуют, смотри, цветы могут расти даже под землей, тебе нравятся цветы, детство Либель было наполнено проклятиями и оскорблениями со стороны родителей, а подростковый период состоял из постоянной ненависти к себе, не было ни единого дня, чтобы она не обижалась на своих родителей за то, что они привели ее в этом мир, конечно, они же такие красивые, а что они тебе не нравятся, э, нет, они мне тоже нравятся, из-за этого она не могла понять, какие чувства ли Юри и Друн испытывали друг к другу, поэтому происходящее казалось ей интересным, в итоге, босс еще долго не отводило глаз от экрана с Ли Юри и Друном, неделю спустя, бывший президент Кореи и нынешний авторитетный деятель Ассоциации Героев, Ким Сак Ха, сидел на элегантном эльфийском стуле, УР-6 в своем особняке и получал отчет, Ли Пан Ха из национального собрания попал в засаду и был убит, это произошло прошлой ночью, сегодня вечером скончался исполнительный директор Ассоциации, Ким Юн Юн, Кайзер, генеральный директор Атротехнологии, был найден мертвым в своем офисе, судя по всему, за этими смертями стоит черный лотос, Ким Сак Ха вздохнул, услышав отчет, его беспокоило похищение Ли Юри, но теперь к проблемам добавился черный лотос, ты уверен, что все они были собаками Ордына, да, мы нашли доказательства, подтверждающие это, Кайзер Ким Сак Ха покачал головой и подумал, идиоты, я раз за разом повторял им, чтобы они не жадничали, что нам объявить общественности, пока что просто оставьте это, какова ситуация с группой специального назначения, было отобрано 177 человек, они все заслуживают доверия, понял, на этом пока все, если что-то случится, ты знаешь, как связаться со мной, на этом Ким Сак Ха завершил разговор по фиолетовому банкету, ху эти ублюдки, Ким Сак Ха тихо выругался, ему было трудно поверить, что его доверенные помощники тайно общались с Ордыном, хотя он и был счастлив, что они мертвы, он все еще чувствовал легкое сожаление, Ордын, естественно, обращался и к нему, Ким Сак Ха все еще был доволен своим решением отказаться, но он не ожидал, что Ли Юри похитит, черный лотос, новое черное место охотничьих собак, которыми он когда-то пользовался, теперь он понял, что они слишком опасны, чтобы оставлять их на свободе, Ха им им кажется, у меня нет выбора, у него в голове был только один способ решения этой проблемы, группа, которая не имела отношения к джиннам и обладала способностью противостоять группе Хамелеона, группа убийц, основанная легендарным горным отшельником, мало кто знал, что эта давно забытая группа возродилась на Дальнем Востоке, Ким Сак Ха начал писать письмо их лидеру, ука за ука, зуб за зуб, именно так он планировал справиться со своими бесцветными охотничьими собаками, Корея, Сеул, в традиционном домике, окруженном зеленью, лицом друг к другу сидело два человека, Юйонха и Чичучхаль, молодая, 20-летняя женщина не съеживалась перед бессмертным, ее сердце было сильным и твердым, спасибо, что нашли время, чтобы встретиться со мной, начал разговор Юйонха, у меня не было причин отказываться, Чичучхаль обдумал возможность встречи с Юйонхой и обнаружил, что нет причин этого не делать, по правде говоря, Чичучхалю было скучно, другие старые миллиардеры собирались вместе, обсуждали агентство истины или веселились вместе, но бессмертный был другим, Юйонха осторожно перешла к делу, я пришла попросить вас об одолжении, как я и говорила в своем письме, ты хочешь встретиться с девятью звездами, да, Юйонха решительно кивнула, в настоящие время она была под огромным давлением, остатки магической силы, которую Чичучхаль подсознательно излучал, было выдерживать так же сложно, как и атаки обычных героев, девять звезд не помогут вам, они просто пенсионеры, как ты думаешь, почему они все это время молчат, они все прячутся, боясь, что побочные эффекты, от которых они страдают, могут усилиться, дело не в этом, я просто хочу поговорить с, у тебя есть способ, который мог бы избавить этих стариков от их побочных эффектов, услышав этот вопрос, Юйонха сглотнула, способ, позволяющий избавиться от побочных эффектов дара, если честно, она понятия не имела, существует ли он вообще или нет, но она верила, что его знает Ким Хаджин, да, есть, это была величайшая авантюра в жизни Юйонхи, единственная причина, по которой она согласилась на это, заключалась в ее доверии к Ким Хаджину, как только она произнесла эти два слова, брови Чичу Чхоля дернулись, он посмотрел на Юйонху сдержанным взглядом, а можешь ли ты взять на себя ответственность за эти слова, да, могу, то есть, язык Юйонхи на секунду предал ее, она сделала такую нехарактерную для нее ошибку из-за нервозности, Юйонха почувствовала себя еще более смущенная из-за отсутствия реакции у Чичу Чхоля, да, могу, и в этот момент, биии-и-и-и-ип, громкий сигнал тревоги зазвучал на браслетах Чичу Чхоля и Юйонхи, Юйонха была удивлена, но ей удалось спокойно взглянуть на бессмертного, можешь посмотреть, да, получив разрешение, Юйонха взглянула на браслет, в эту же секунду, ее глаза широко распахнулись, в уведомлении говорилось о мировой атаке, Шанхай, Китай, король монстров сказал, пусть мир узрит твою силу, следуя его приказу, человекоподобный монстр, похожий на тигра, проник в Шанхай, его звали Тигрис, когда-то он был самым большим горным тираном Гималаев, теперь уже в образе человека, он стоял среди улиц Шанхая, на данный момент никто из окружающих его людей, благодаря капюшону, еще не знал о том, кто он, Тигрис внимательно осмотрелся, а затем снял толстовку, через мгновение новый гуманоидный монстр взревел во все легкие, я пришел, я увидел, я победил, его рев издал ударную волну, взорвавшую мозги мирных жителей, проходящих мимо, пока город погружался в хаос криков и грохот разрушающихся зданий, Тигрис начал поедать выживших людей, паника, словно смертельная чума, в мгновение ока охватила город, тем не менее, хотя атака и была внезапной, герои Китая отреагировали очень быстро, кто ты такой, отвечай, герои направили свое оружие на Тигриса, но тот не сдвинулся ни на дюйм, если точнее, ему не нужно было, он стоял гордо и прямо, словно дерево, и размахивал кулаками, бум, бум, раздались тяжелые грохоты, и головы героев взорвались, с помощью простых ударов Тигрис мог убить героев, находящихся на расстоянии около 300 метров, хотя это и было абсурдно, атаки Тигриса были далеки от здравого смысла, они не были ограничены расстоянием, удары, плюющие на расстояние, Тигрис родился со способностью разрушать все, что видит, он назвал эту силу безграничный кулак Тигра, ухо-хо-хо-хо, слабы, вы слишком слабы, Тигр разразился возбужденным смехом, меня зовут Тигрис, я тиран, который уничтожит вас всех, Париж, Франция, Даларин шла по Парижу, насвистывая и напевая, ее голос, что был похож на щебет соловья, был прекрасен и очарователен, немного отдохнув, вы снова оживете, ее голос проникал в уши мирных жителей, разъедая их мозг, простые люди, что еще недавно лежали на земле, были превращены в зомби, которые следовали каждой ее команде, ваши трупы оживут, зомби яростно нападали на все живое, видя это, Даларин улыбнулась, тот, кто зовет вас, приведет вас к бессмертию, вы засияете с новой силой, герои Парижа быстро отреагировали на происходящее, но они не смогли остановить ее пение, по факту, многие даже были очарованы ее голосом и стали еще более сильными зомби, Пинни Даларин продолжалась, пока смерть не окутала весь город, Лондон, Англия, тот же прибыл в Лондон, он выглядел совсем как человек, за исключением двух рук, которые были сделаны из камней, перед его глазами был Букингымский дворец, уничтожь Букингымский дворец и убей Рычел, это желание короля, тот же получил специальную команду от Ланкастера, его обязанностью было уничтожить Букингымский дворец и английскую королевскую семью, вот и он, Букингымский дворец, как и подсказывало его имя, тот же тащил с собой землю, когда шел, странный, похожий на грохот, звук раздавался с каждым его шагом, стоя, кто ты, тот же убивал всех, кто стоял на его пути, в его присутствии два слова уже достижения, для него убийство было очень простым делом, взмах кулака, и все, но вскоре у самого входа в Букингымский дворец, ему пришлось остановиться, большой волк преградил ему путь, и, тот же наклонил голову, волк был слишком большим по сравнению с волками, которых он знал, ты, умри, но его любопытство длилось лишь доли секунды, Галим снова взмахнул кулаком, земля взлетела словно кнут и полетела к волку, хруст, однако волк сокрушил землю своими зубами, и, глаза тот же расширились ровно через три секунды, ты, не, животное, г-р-р-р-р-р, волк ухмыльнулся, волка звали Финрир, как первое творение Иван Дель, его сила была не из тех, что можно просто проигнорировать, я, понял, ага, Таджи кивнул, хотя он и понял, он не сделал ничего нового и лишь еще раз взмахнул кулаком, на земле появились гигантские трещины, а воздух сотрясли громовые взрывы, бум, земля, словно гейзер, ринулась вперед, однако Финрир использовал каждый разбитый кусок земли как точку опоры для маневра, Таджи не стоял на месте, он направил свою волю в кусок земли, на который наступил волк, затем произошло нечто странное, тело голема превратилось в грязь, а кусок земли, на котором стоял волк, превратился в нового Таджи, который схватил Финрира за спину, я, Таджи, земля, это я, я, земля, Таджи улыбнулся и сломал волку спину, глава 353, клятва 1, хруст, Таджи усилил хватку на спине Финрира, многотонное давление, сравнимое с землетрясением, раздробило спину Финрира, которого голем сразу же отбросил в сторону, первый слуга Ивандель несколько секунд летел по воздуху, а затем ударился в стену, я, сильнее, удовлетворенно пробормотал Таджи и улыбнулся, он снова сосредоточился на своей первоначальной цели, уничтожение королевской семьи, Гэририр, однако его тут же остановило рычание еще одного существа, Таджи медленно обернулся, на этот раз путь ему преградил Тигр размером с дом, это зоопарк, только тогда Таджи понял, что его окружили, Тигр был не единственным крупным зверем, странная птица и конь появились в небе, и даже под землей было какое-то странное присутствие, даже со своими притупленными чувствами Галим знал, что он не в самой лучшей ситуации, ССС, тем временем Фенрир поднялся на ноги, хотя его кости были раздроблены, а органы разрушены, регенеративная способность, которую он приобрел, пожрав тролля, быстро излечила все его раны, что, с каждой секундой замешательство Таджи только усиливалось, Гуая, внезапно вспыхнуло новое волнение магической силы, магическая сила послужила средством для заклинания призыва, призвав в Англию гигантского мистического зверя, черепаха, пробормотал Галим, увидев новоприбывшего, мир снова получил шанс лицезреть одного из четырех основных стражей, черную черепаху, на его спине стояла призыватель, восьмизвездочный маг, Ахиин, Ахиин посмотрела вниз на Таджи, ты новенький, не так ли, Таджи непонимающе переводил взгляд с черепахи на ребенка, стоящего на ней и обратно, пока он медленно размышлял о ситуации, в которой находился, окружающие его звери быстро двигались, Куааа, Грррровр, Тигр и Волк бросились на Галима и вцепились в его конечности, парящие в небе птицы обрушили на него заряды магической силы, хихи, однако Таджи не чувствовал никакой боли, он превратил свое тело в песок и полностью аннулировал урон атаки, не больно, не больно, э, однако он вскоре понял, что его магическая сила стремительно поглощается, его глаза расширились, когда он поднял голову, чтобы найти то, что высасывало его магическую силу, шесть женщин-призраков, что кружили над черной черепахой, безостановочно поглощали магическую силу Галима, Ахиину смехнулась, это суккубы, поглощение магической силы, их специальность, Н не воровать, Таджи взмахнул рукой, его рука превратилась в кнут, который выстрелил в сторону суккубов, однако черная черепаха быстро создала барьер, среди четырех основных стражей черная черепаха специализировалась на защите, клан, атака Таджи не могла пробить панцирь черной черепахи, на самом деле, Ахиин еще не приходилось видеть разрушение панциря основного стража, клан, клан, несмотря на это, Галим продолжал атаковать, к удивлению Ахиин, на панцире черной черепахи начали появляться трещины, Хэм, а ты довольно удивительный парень, но Ахиин все еще не чувствовала угрозы от таких атак, хотя она признала силу и упорство Таджи, она знала, что его магическая сила безостановочно поглощается, клан, 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 упорно атакуя черную черепаху, Таджи вдруг почувствовал, что его охватывает желание поспать, его инстинкты велели ему отступать, и это было очень просто, он просто должен был превратить свое тело в песок и развеять его, в связи с этим, Таджи решил направить свою волю к земле, однако вокруг него внезапно появилась клетка магической силы, поймавшая его в ловушку, он обнаружил, что по какой-то причине не может выпустить свою волю за этот барьер, что, Таджи был озадачен, хотя он этого и не знал, это было не магическое заклинание, а изменение реальности, Кван, Таджи ударил кулаком по клетке, но она осталась невредимой, что это, Кван, Кван, клетка не поддавалась, независимо от того, сколько раз он ударял ее, но как ни странно, атаки из вне клетки могли проникнуть в нее, Сук Кубы продолжал истощать его магическую силу, Кван, 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 это не поможет, идиот, когда Таджи начал безумно колотить по клетке, сверху раздался резкий голос, в воздухе над големом появилась женщина, естественно, это было Чин Сахюк, Таджи остановился и уставился на женщину, ты не сможешь сбежать, объявила Чин Сахюк, синяя клетка была создана ее силой, манипуляцией реальностью, поскольку внутренняя часть клетки была изолирована от реальности, смерть была единственным, что ожидала голема, правда, Хуэм, однако Таджи лишь спокойно зевнул, возможно, потому что его магическая сила поглощалась, его сонливость лишь усиливалась, когда голем засыпал, это обычно означало его конец, Таджи быстро задремал, а затем, наконец, и вовсе уснул, он спит, ошарашенно пробормотала Чин Сахюк, ух ты, ты стала сильной, рыцарь Шин Джахюк, Рычел, которая появилась на поле битвы какое-то время назад, похвалила ее, ну, в этом нет ничего такого, Чин Сахюк пришла к Рычел, чтобы уволиться с поста командира рыцарей королевской семьи Кривона, и поскольку в это время Таджи начал свою атаку, она присоединилась к битве, чтобы немного развеяться, у меня недавно было озарение, после возвращения из записанного прошлого Акатрины, Чин Сахюк смогла куда лучше использовать свою власть, манипуляцию реальностью, все еще стоя на спине черной черепахи, Ахиин приблизилась к Чин Сахюк, итак, Шин Джахюк, что ты планируешь делать с этим монстром, э, что ты имеешь в виду, я же могу просто убить его, верно, так как Ахиин и Чин Сахюк работали вместе в Кривоне, они были довольно близки, Ахиин покачала головой, нет, скорее всего он не умрет, что ты имеешь в виду, Чин Сахюк наклонила голову и бросила копье в спящего голема, однако ее копье не смогло даже поцарапать свернувшееся тело Таджи, что за черт, Чин Сахюк нахмурилась, Ахиин скрестила руки и серьезно пробормотала, черная черепаха обладает способностью оценивать силу руд, согласно черной черепахе, сила тела Таджи была 9-9 из 10, мы можем поймать его в ловушку, но уничтожить его будет невозможно, 9-9, обладающий таким коэффициентом предмет никогда не будет уничтожен чем-то, что существует в реальности, кажется, Ордын создал парочку абсурдных монстров, Индия, Гималайский хребет, я прибыл к подножию Гималайских гор, чтобы встретиться с членом девяти звезд, Хейнкисом, путешествие не было утомительным, так как я просто попросил Спартана использовать власть телепортации, и мым, я уставился на гостиницу Хейнкеса, она висела на скале и, казалось, обрушится даже при малейшем ветре, я посмотрел на табличку с надписью Гималайский рассвет и набрался смелости, чтобы открыть дверь, киик, раздался скрип, и человек за прилавком, слушающий радио, посмотрел на меня, длинные седые волосы, красивые черты лица и шрам вокруг левого глаза, как я и описал его в своем романе, словосочетание отточенное временем красота прекрасно подходила Хейнкису, это ты? Хейнкис заговорил прежде, чем я смог войти в гостиницу, поскольку это было не то, что я ожидал услышать в качестве приветствия, мне пришлось остановиться и подумать о том, что он имеет в виду, но увидев, что я растерялся, Хейнкис нахмурился, это ты убил брата моей драгоценной ученицы, драгоценной ученицы, сначала я был ошеломлен, под ученицей он скорее всего говорит о Чен Аюне, но Хейнкис был не просто не связан с Чен Аюной в оригинальном романе, но даже в этом мире он не мог провести с ней длительный период времени, как долго ты еще будешь стоять там, заходи, не будь слабаком, слабаком? Кажется, Чен Аюна даже умудрилась повлиять, на то, как он говорит, что, ты не хочешь входить, нет, я вошел в гостиницу, если так подумать, очевидно, что Хейнкис узнает меня, как и следует из его титула повелительства ли, все его инструменты обладали интеллектом, способным посоперничать с людским, к тому же, их разум был объединен, если вы меня знаете, тогда заговорить будет даже проще, я сел рядом с Хейнкисом и перешел прямо к делу, я пришел просить вашей помощи, по совпадению, радио как раз сообщал, о причине, по которой я оказался в Гималаях, элитные гуманоидные монстры Ордена вторглись в несколько стран, тигр по имени Тигрис напал на Шанхай, в Париже сообщается о зомби-апокалипсисе, и Хейнкис выключил радио и посмотрел на меня сверху вниз, рост и внушительное телосложение повелителя стали делали его более чем пугающим, делать такой абсурдный запрос на нашей первой встрече, в этом плане ты прямо как моя ученица, тыка, Хейнкис достал деревянную чашку и налил в нее водки, я уже говорил это своей ученице, но повторю в последний раз, мое тело не в том состоянии, чтобы с кем-то сражаться, если девять звезд не будут сражаться, то кто, девять звезд были девятью звездами пятьдесят лет назад, парень, Хейнкис перебил меня и протянул водку, я несколько раз посмотрел на водку и на Хейнкиса, а затем выпил все за один раз, во мне словно зажгли небольшой огонек, кхм, если вы беспокоитесь о побочном эффекте, я могу помочь вам с этим, побочным эффектом Хейнкиса была трансформация в сталь, как повелитель стали, Хейнкис превращал свое тело в сталь, если быть точнее, он превращал свои внутренние органы, позвоночник и левый глаз в сталь, обладающую его волей, тем не менее, в какой-то момент власть Хейнкиса не остановилась на достигнутом и начала буйствовать, для него время стало дорогой полной металлизации его тела, со временем все больше и больше частей его тела превращались в сталь, включая его мозг и кровь, ему суждено было стать куском стали и умереть, однако у меня были травы, которые можно было найти только в башне желаний, смешав их и воспользовавшись силой вмешательства в настройки, я смогу создать лекарства, способные устранить этот побочный эффект, я знаю, как излечить побочные эффекты, от которых вы страдаете, 9 звезд ненавидели, когда кто-то упоминал побочные эффекты их способностей, поэтому я рисковал своей жизнью, даже просто говоря об этом, Хейнкис спокойно посмотрел на меня, его левый глаз стал серым, прежде чем я заметил, его стальной глаз испытывал мир на одной миллионной от нормальной скорости, а также специализировался на улавливании лжи, Хейнкис посмотрел на меня и заговорил, ес и ствахр, это правда, это был немецкий, но я перевел его, используя ноутбук в своей голове, он спрашивал, правда ли это, там не стоит, да и странно спрашивать, когда у тебя глаз детектор лжи, да, правда, когда я ответил, брови Хейнкиса дернулись, я занервничал, но то, что он сказал потом, застало меня врасплох, ты изучал немецкий, простите, я спросил, изучал ли ты немецкий язык, ах, да, немного, в этот момент левый глаз Хейнкиса вернулся к своему нормальному цвету, он был заметно менее осторожен, чем раньше, он даже мягко улыбнулся, зачем тебе вообще понадобилось учить такое, сейчас уже не одна тысяча девятьсот восемьдесят е, о, м, этот мир отличался от мира, из которого я пришел, все-таки, Корея была единственной сверхдержавой в мире, поскольку корейский язык стал мировым, работа переводчик сильно пострадала, а поскольку большинство научных работ и официальных документов были написаны на корейском языке, у корейцев не было причин изучать иностранные языки, я выучил его, так как знал, что вы немец, и мы, да, а у тебя есть манеры, и как много ты выучил, думаю, я смогу нормально общаться, ох, Верклич, о, в самом деле, Хейнкис от души рассмеялся, я не помню, что бы делал его настолько патриотичным, ну, это совсем другая история, Хейнкис снова сделал серьезное выражение лица, к сожалению, я не собираюсь лечить свой побочный эффект, э, я был озадачен, побочный эффект Хейнкиса должен был быть одним из худших среди девяти звезд, но он не хотел избавляться от него, Хейнкис продолжил, когда я был молодым, я боялся смерти, вот почему я сбежал в это место, но сейчас все по-другому, если кто-то моего возраста боится смерти, значит, он все еще недостаточно повзрослел, правда, да, правда, но мне все еще кое-что от тебя нужно, к счастью, кажется, я все еще могу что-то сделать, я быстро кивнул, и Хейнкис заговорил с озорной улыбкой, проясни все с моей ученицей, опустилась тишина, я ответил ровно через три секунды, хах, неважно, как, тебе просто нужно все уладить, на лице повелителя стали появилась невинная улыбка, вы имеете в виду, с Чена Юной, верно, это предложение было не из тех, что я мог бы с легкостью принять, я не знаю, что знает Хейнкис, но мои отношения с Чена Юной не были чем-то, что можно исправить несколькими предложениями, им это не так просто разрешить, моя ученица и я, мы оба знаем о тебе все, Чена Юна знает правду о смерти Чичинуна, почему ты убил его и в каком он был состоянии, я об этом знаю, я слышал об этом от Юйонхи, тогда это еще большая проблема, почему ты мешкаешь, что за слабак, Хейнкис скрестил руки, будто смотрел на дурака, я чувствовал, что если бы здесь была Чена Юна, она сказала бы, это не твое дело, старик, но я не Чена Юна, подумав немного о том, что он сказал, я украдкой проверил его потенциал, Хейнкис, 97596, 975 сила, 96 потенциал, сила, что выше потенциала, это не имеет смысла, ах, но уже через мгновение я понял, Хейнкис был особым случаем в том смысле, что его способности были выше, чем его потенциал, его побочный эффект трансформации в сталь сделал его сильнее, чем позволял его потенциал, он был героем, что становился сильнее, приближаясь к смерти, ну и, каков твой ответ, я молча уставился на Хейнкиса, с силой в 975 он был более чем способен бороться с Арденом, у меня не было выбора, кроме как принять его просьбу, хорошо, Хейнкиса сразу же улыбнулся, он удовлетворенно кивнул, а затем внезапно достал кинжал, тогда накорми этот кинжал своей кровью и дай клятву, клятву, этот кинжал содержит мою волю завета, если ты не сдержишь свою клятву, этот кинжал пронзит твое сердце, я посмотрел на кинжал, кинжал завета, продукт власти атрибут стали, кинжал, содержащий волю стального духа Хейнкиса, завет, после того, как кинжал отведает крови и услышит клятву, клятва обязана быть соблюдена, если клятва будет нарушена, этот кинжал пронзит сердце того, кто ее нарушил, человек, чье сердце пронзит этот кинжал умрет, описание предмета подчеркивало абсолютность способностей кинжала, даже одного этого кинжала было достаточно, чтобы мельком уловить истинные способности Хейнкиса, только Шин Менчхаль смог победить повелителя стали, я великодушен, из того, что я услышал от своей ученицы, я считаю тебя мужчиной среди мужчин, Хейнкис протянул мне кинжал, если ты дашь клятву, я, Хейнкис, сделаю то же самое, поклянусь, что убью этого ордена, о котором ты говорил, я немного поколебался, но ответ был очевиден, учитывая, что я делаю своим союзником члена девяти звезд, такая цена, пустяк, плюс мне в любом случае рано или поздно придется встретиться с Чен Аюной, хорошо, я согласен, я набрался смелости и кивнул, глава 354, клятва 2, несмотря на внезапную катастрофу, Юйонха провела свою встречу с Чичучхалем без каких-либо проблем, она достигла своей первоначальной цели благодаря настойчивым убеждениям, Чичучхал пообещал представить Юйонху Аджиджину, члену девяти звезд, теперь, когда их встреча наконец закончилась, Юйонха пошатываясь направилась к своему лимузину, вы в порядке, спросил секретарь Юйонхи, Чин Сичин, когда-то села в машину, Юйонха покачала головой, она чувствовала головокружение и даже тошноту после долгого нахождения под давлением магической силы Чичучхаля, поехали домой, мне нужно поспать, да, мисс, Чин Сичин был компетентным секретарем, он отрегулировал внутреннюю температуру лимузина до оптимальной температуры, установил камень маны с функцией очистки и увлажнения воздуха, а затем увеличил громкость динамика, чтобы его босс могла слышать доклады членов гильдии «Падающий цветок», Китай, четыре гильдии из Шанхая полностью уничтожены, Франция, Париж полностью запечатан, Англия, подчинение прошло успешно, Канада, внезапные смерти учащаются, множество свидетелей сообщили о появлении призрака, Юйонха слушала отчеты с закрытыми глазами, прямо сейчас разрушались страны и умирали мирные жители, но Юйонха не чувствовала сочувствия, скорее она начала рассчитывать прибыль, которую ее гильдия получит от этих инцидентов, нас просили о помощи, да, множество стран отправило запросы на наших героев и зелья, они хотели бы обсудить цены позже и, отклони запросы на героев, но скажи им, что мы предоставим зелья, ну те, новые, сущность восстановления и сущность храбрости, учитывая обстоятельства, было бы глупо посылать своих героев на то, что, скорее всего, стоило бы им жизни, но продажа зелени несла в себе рисков, сущность фармацевтики недавно разработала два новых зелья, поскольку потребители не были готовы покупать что-то новое и непроверенное, обеспечение других стран этими зельями было бы хорошей маркетинговой стратегией, отправь зелья в атакованные страны, бесплатно, да, мисс, те, кто остро нуждался в зельях, не были в состоянии разбираться в том, новый это продукт или нет, как говорится, бедному выбирать не приходится, это был ее шанс улучшить имидж своей компании и одновременно продвинуть свою продукцию, теперь, пожалуйста, не беспокой меня, Юйонха откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, да, мисс, Чин Сичин ехал осторожно, стараясь обеспечить своему боссу приятную поездку, он посмотрел на Юйонху через зеркало заднего вида, Юйонха выглядела невероятно красивой во сне, он не мог подавить невыносимую волну эмоций в своем сердце, хотя он тысячи раз говорил себе, что его любовь никогда не принесет плодов, она никогда не увидала, Чин Сичин постарался вернуть спокойствие, он сдержался, пытаясь убедить себя, что он все еще сможет любить ее, не называя ее своей, она станет твоей, но почему сделка, предложенная слугой Ордына, внезапно снова всплыла у него в голове, Чин Сичин крепче сжал руль, осуждая свое глупое желание, после того, как я дал клятву Хэнкису, я направился в мир желаний, после того, как Ким Суха разрушил внешнюю оболочку башни желаний, ее переименовали, лозунг мира также изменился с башни, полной желаний человечества, на мир, где сбываются желания человечества, в любом случае, я вернулся на 15-й краткой этаж, на судно Генкелопы, здесь, как и обещал, я должен освободить одного из подчиненных нечестивой, вы уверены, остановившись у тюрьмы Генкелопы, самого страшного места 15 этажа, Хорнер снова переспросил, его беспокойство было вполне обоснованным, я понимал его, так как он рассказал мне, что сделали эти джинны, чтобы получить такое отношение капитана корабля, не беспокойся об этом, давай зайдем внутрь, хорошо, к слову, я был в экипировке черного лотоса, ХМ, условия содержания в тюрьме были на удивление хорошими, большинство комнат были оснащены кроватью и телевизором, ванные комнаты были раздельными, а главное, здесь подавали приличную еду, о, тут все куда лучше, чем я думал, заключенные все ровно хотят вернуться на свободу, большинство преступников являются игроками, 310 из 317, если быть точнее, для заключенных жить здесь и правда не трудно, трудно здесь работать, пока мы углублялись в тюрьму, я слушал объяснения Хорнера, однако, проходя все дальше и дальше, я заметил, что коридор становился темнее, а состояние камер быстро ухудшалось, мы пришли, мы наконец достигли самого конца цокольного этажа, я потерял дар речи, когда увидел нечеловеческие условия камеры, в которой содержались подчиненные нечестивой, внутри не было не то что телевизора, в камере отсутствовала даже кровать, смежная ванная, пол и стены, покрытые грязью, в камере было совершенно пусто, ничего, чем можно было заняться на досуге, я внимательно осмотрелся, на полу тесной камеры в тишине лежало 6 джиннов, разбуди их, по команде Хорнера тюремный охранник загремел решеткой, кван, 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 хуаак, испуганные джинны сели и уставились на меня и Хорнера, их налитые кровью глаза дрожали от страха и ужаса, я внимательно изучил их и спросил, кто из вас киркин, почему-то здесь стал киркином, но поскольку это не так важно, я продолжу переводить через е, а за зачем вы спрашиваете, джинны вздрогнули, это были руководители группы нечестивой, что означало, что их сила была сравнима с героями высшего ранга, было странно видеть таким персон с кованными ужасом, я предположил, что ухудшение их физического состояния также привело к ухудшению их психического здоровья, не заставляйте меня спрашивать дважды, холодно сказала я, услышав мои слова, самый тощий джинн поднял дрожащую руку, и это я, киркин был правой рукой нечестивой, но теперь его прежняя слава была запятнана синяками, покрывающими все его тело, подойди ближе, киркин сделал, как ему сказали, не прекращая дрожать от страха, его послушание было результатом длительного периода жестокого обращения, открой дверь, да, сэр, тюремщик открыл дверь, и киркин, опустив голову, вышел из камеры, киркин, ты меня узнаешь, спросил я, киркин медленно поднял голову, мое тело и лицо были скрыты капюшоном и мантией, но символ черного лотоса был узнаваем за много миль, киркин широко распахнул глаза и кивнул, че черный лотос, верно, я здесь от имени твоего босса, нечестивой, она попросила меня освободить тебя, простите, глаза киркина заблестели искрами надежды, не смея полностью верить моим словам, он сглотнул и переспросил, и это зазначит, я обменялся взглядами с охранником рядом со мной, охранник ответил ему за меня, заключенный киркин, ты получил амнистию рангера, тебе бы лучше поблагодарить рангера, черного лотоса, убежище нечестивой, с момента инцидента прошло 4 месяца, нечестивая, несмотря на ее успехи несколькими месяцами ранее, не могла сделать ни шагу за пределы своего убежища, все знали, что ее руководители пропали без вести, что делало ее легкой целью для убийства, хуикх, в этот момент член 9 зол проснулась от кошмара, все еще дрожа, ее мягкая кожа давно стала грубой, а глаза, что когда-то сверкали уверенностью, теперь были мертвы, ее дух полностью уничтожен, ха-ха, она вдыхала и выдыхала, пытаясь успокоиться, постепенно придя в себя, в ее глазах внезапно начали появляться слезы, как я вообще пала так низко, ее падение было слишком внезапным, не так давно она взяла под свой контроль боевую арену и помпезно объявила о свержении ордына, тогда она действительно думала, что теперь весь мир лежит у ее ног, нечестивая вспомнила лица своих подчиненным, с ними у нее было так много ценных воспоминаний, ну и зачем вы попали в тюрьму, вы, ребята, должны помогать мне стать повелителем всех джиннов, Терерин, пока нечестивая жаловалась на все подряд у себя в голове, ей пришло сообщение, Керкин освобожден, лотос, сообщение от черного лотоса, она некоторое время тупо смотрела на сообщение, а затем резко вскочила на ноги, в этот же момент дверь убежища медленно открылась, нечестивая широко распахнула глаза, глядя на нее, дорогой подчиненной, которого она так давно не видел, всхлипывал на пороге, Керкин, нечестивая выкрикнула имя своего подчиненного и бросилась к нему, босс, Керкин встретил своего босса со слезами на глазах, это было очень трогательное воссоединение, за которым невозможно было смотреть без слез, Керкин, как ты сбежал, черный лотос, он помог мне, с хныканьем ответил Керкин, черный лотос, но как, есть такая штука, под названием амнистия рангера, Керкин объяснил, что черный лотос потратил свою амнистию рангера, особую привилегию, предоставленную только первому рангеру, который помог освободить Генкелопу, чтобы спасти Керкина, эту историю Хорнир придумал прямо в тюрьме, это все благодаря черному лотосу, слава богу, как остальные, снова спросила нечестивая, похлопав Керкина по спине, плохо, тюрьма грязная, нас заставляют выполнять тяжелую работу, а еще пытки, при последнем слове Керкин не смог и разрыдался, нечестивая успокаивала Керкина, сдерживая свои собственные слезы, они уже давно забыли обо всех преступлениях, что совершили, у Джиннов от природы не было ни стыда, ни совести, ничего, все нормально, не плачь, я, я еще раз поговорю с черным лотосом и постараюсь вытащить всех остальных, такова была ее слезная решимость, и вот, пока они оба наслаждались своим эмоциональным воссоединением в объятиях друг друга, можно сказать, нечестивая была привязана к группе Хамелеона, тем временем, 21 этаж, королевство карт, вы собираетесь купить все это, ага, у вас и правда так много об, и что, если да, ну, я имею в виду, Ким Хаджин скупил все коробки с рандомными картами в магазине, он планировал использовать свою удачу, чтобы увеличить свою силу, внезапно, прежде чем он даже успел открыть первую, перед ним появилось несколько уведомлений, ваша огромная удача поработала за кулисами, опасный противник превратился во временного союзника, удача, что действует на человеческие отношения, всегда особенные, побег из лап смерти, 5-9, специальный стат, накопление удачи, был частично разблокирован, Ким Хаджин понятия не имел, что означают эти сообщения, Корея, подземный бункер где-то в Конванда, с начала совместного учебно-тренировочного сбора национальной группы особого назначения прошло два недели, после многочисленных тренировок 177 героев были назначены в 13 различных команд, лидер команды 3, Юнь Суна, объединилась с Ким Суха, Чина Юной, Шин Джон Хаком, Ли Чи Юн, Йохием и Шэнь Юянем, наша миссия, напрямую сразиться с Арденом, я думаю, что администрация действительно доверяет тебе, Суха, собравшись в их общежители, команда 3 начала брифинг, у всех 13 команд были разные миссии, команде 3 была поставлена самая трудная задача из всех противостоять Ардену, тем не менее, ходили слухи, что команде 1, командиром которой была Айлин, выдали ту же миссию, и так, с тобой все будет в порядке, да, все будет нормально, Ким Суха ответил с уверенностью, что в принципе и ожидалось от человека, победившего короля демонов, вам даже не нужно будет об этом беспокоиться, я позабочусь о нем, Чина Юна с ухмылкой вмешалась в разговор, Ким Суха посмотрел на свою подругу и покачал головой, ладно, но сначала взгляните на этот план, его прислало Агентство Истины, лидер команды Юнь Сона привлекла всеобщее внимание появившейся огромной картой, вау, Агентство Истины, все верно, глаза Ли Чи Юн широко распахнулись, в настоящее время название Агентства Истины было синонимом самой Истины, это уже давно не маленький веб-сайт, о котором знали немногие, Ли Чи Юн хлопнула в ладоши от волнения и спросила, я слышал, что человеку нужно много денег плюс какое-то божественное благословение, чтобы получить от них ответ, сколько вы потратили, нет, подождите, вы друзья с Агентством Истины, я не тратила деньги, это сделало правительство, и мы не друзья, у меня недостаточно денег, чтобы нанять Агентство Истины, А, блея, Юнь Сона попыталась проигнорировать последнее замечание, это нахалка, я выбрала ее только потому, что люди говорили, что она многообещающий саппорт, но она такая грубая, в любом случае, пришло время вернуться к тренировкам, приготовьтесь, методика тренировок была очень простой, хлоп-хлоп, как только Юнь Сона хлопнула в ладоши, появилась сложная голограмма, голограмма воссоздала пространство, используя план Агентства Истины в качестве эталона, Босс конечно не Ордын, но тренировочная зона будет похожа на настоящую, так что давайте хотя бы привыкнем к ней, это была работа тренировочного симулятора, который они взяли из башни желаний, их тренировка заключалась в сражении с Минотавром 50го уровня в дворце Ордына, арена Пандемониума, тем временем Босс была на трибуне боевой арены, которая теперь принадлежала группе Хамелеона, пожалуйста, присаживайтесь, мастер, конечно, посмотрев на сцену с кресла в ВИП, Босс почувствовала легкую волну эмоций, когда-то она сама была участником сражений внизу, а еще недавно она была лишь обычным зрителем, однако теперь эта арена принадлежала ей, добро пожаловать на арену Пандемониума, сегодняшний лучший матч, большой бун против Рына, вообще, можно перевести как дождь, но, большой бун ВС Рын, толстый Джин и худой Джин вышли на сцену, активное приветствие зрителей заставляло босса чувствовать их волнение на своей коже, начали, как только с губ ведущего сорвался крик, началась битва, большой бун попытался сокрушить Рына своим телосложением, но тот быстро увернулся и контратаковал своего противника короткими выпадами, короче говоря, это была битва между скоростью и выносливостью, и мым, босс с волнением наблюдала за поединком, однако в этот момент в ее комнате в VIP кто-то появился, в ее движениях не было злых намерений, босс, сохраняя самообладание, повернулась к незваному гостю, здравствуй, босс сразу же вспомнила, что девушка перед ней была человеком, который всегда сопровождал Белла, и если она не ошиблась, ее звали, Чин Сахюк, как у тебя дела, все хорошо, Чин Сахюк ухмыльнулась, ее голос звучал несколько высокомерно, босс огляделась, поскольку Джейн говорила ей, что Чин Сахюк всегда сопровождается Беллом, но она не смогла чувствовать присутствие Белла где-то рядом, где был, откуда мне знать, я пришла одна, Чин Сахюк с улыбкой пожала плечами, босс впилась в нее взглядом, ее взгляд был таким же острым, как и лезвие, тем не менее, Чин Сахюк не в малейшей степени не была напугана этим, разве это не наша вторая встреча, я спрошу тебя еще раз, где был, голос босса был полон презрения, несмотря на это, Чин Сахюк лишь спокойно улыбнулась, я уже знаю, что происходит между тобой и Беллом, но тебе не нужно так отчаянно пытаться убить его, выражение лица Чин Сахюк ожесточилось, она продолжила тихим шепотом, я буду той, кто убьет этого ублюдка, ах это был фирменный удар большого буна, прямое попадание, пока Рейн отлетал в угол арены, тело босса уже потемнело, это была трансформация Яши, ты пришла сюда, чтобы тебя убили, босс встала со своего места, и был, и эта женщина, кажется, обладали уникальным талантом расстраивать ее, нет, я здесь по другой причине, и сейчас я расскажу тебе о ней, Чин Сахюк и босс пристально смотрели друг на друга, в их глазах полыхало пламя, Чин Сахюк, глядя прямо в глаза босса, продолжила, если я в итоге убью Белла, ииии, большой бунт побеждает, за словами ведущего последовали бурные овации, несмотря на возбужденность криков, босс отчетливо слышала голос Чин Сахюк, я смогу забрать Ким Хаджина с собой, верно, ты взяла его в группу лишь в качестве инструмента, чтобы убить Белла, это абсолютно точно была провокация, глава 355, клятва, 3, взгляд женщины, казалось, пронзал ей сердце, Чин Сахюк впервые столкнулась с такой грозной враждебностью, тем не менее, она смогла встретиться с ней взглядом, даже не вздрогнув, Ви Плажа погрузилась в тишину, Чин Сахюк была непостоянным человеком, она могла отказаться от чего-то в один момент, а в другой передумать, в связи с этим, Чин Сахюк долго думала о том, что ей делать и в итоге решила, что не может отказаться от Ким Хаджина, не нужно так злиться, я заберу его на несколько лет, а затем верну, она не была уверена, каковы его истинные способности, но из того, что она увидела в Акатрине, Чин Сахюк знала, что в магической силе Ким Хаджина есть что-то особенное, она смогла почувствовать это, поскольку была особенно чувствительна к магической силе, чтобы восстановить Акатрину, такая сила просто необходима, я больше не хочу слушать этот бред, женщина заговорила, горячая магическая сила, нагретая яростью и намерением убить, вздымалась, словно торнадо, Чин Сахюк быстро накрылась барьером, и я не собираюсь позволять тебе уйти отсюда живой, тени окрасили тело женщины в черный цвет, ясное желание бить, битвы наполнило воздух, Чин Сахюк искренне наслаждалась этим пугающим предвестником жаркой битвы, делай что хочешь, Чин Сахюк не собиралась отказываться от драки, хотя она не была уверена в победе, она и не чувствовала, что проиграет, более того, Чин Сахюк хотел оценить силу этой женщины, это была одна из причин, почему она пришла к ней, ну это, конечно, если ты сможешь, в тот момент, когда женщина закончила свою короткую речь, тени вырвались из-под ног женщины и окутали окрестности, теневой барьер босса перекрыл путь побега Чин Сахюк, пыфты, Чин Сахюк ухмыльнулась и выпустила свою магическую силу, гуа-а-а-а-а, наряду с багряной аурой в воздухе образовались сотни видов оружия, в вип-ложи вдруг развернулась битва, куда жестче и смертоноснее, чем на арене пандемониума, две женщины, перед тем как начать рвать и метать, посмотрели друг на друга, однако, э, босс, в тишине вдруг раздался голос, обливший их напряженные тела холодной водой, босс и Чин Сахюк повернулись к источнику голоса, мое наказание закончилось, это был Чок Чинген, которого на прошлой неделе приговорили к заключению в теневом барьере босса за то, что он убил джиннов террора, которые нарывались на него, но Чин Сахюк не выглядела обеспокоенной, даже когда появился Чок Чинген, она верила, что женщина, стоящая перед ней, не из тех, кто позволил кому-то еще присоединиться к бою один на один, да, теперь ты свободен, ху слава богу, а, кстати, твой барьер не перестает меня удивлять, сколько бы раз я на него не смотрел, теневой барьер босса не изменял окружающее пространство, а скорее призывал в него существ, вот почему Чин Сахюк и босс встретились здесь с наказанным Чок Чингеном, Ген, э, в то время как босс и Чок Чинген разговаривали, Чин Сахюк расслабила мышцы, потянувшись, тем не менее, ее отдых продлился недолго, избей ее, оха, что, глаза Чок Чингена и Чин Сахюк широко распахнулись, однако они были удивлены по разным причинам, да двое против одного, нечестно, Чин Сахюк, крича, указала пальцем на босса, однако Чок Чинген проигнорировал ее, он был в заточении в течение двух недель, во время которых он, очевидно, ни с кем не сражался, прямо сейчас он умирал от жажды битвы и был очень рад, что перед ним оказался достойный противник, кухахаха, Чок Чинген ринулся вперед, словно дикий зверь, черт побери, Чин Сахюк быстро активировала манипуляцию реальностью, чтобы попытаться сбежать из теневого барьера, но боссы Ген не позволяли ей делать то, что ей хотелось. Ба-а-а-а-эм. Энергетический взрыв Гена разрушил туннелеобразный проход, созданный Чин Сахюк. Не убегай, радостно крикнул Чок Чин Ген, отправляя кулак в лицо Чин Сахюк. Дворец Ордына, исключая Таджи, остальные три гуманоидных монстра, Тигрис, Иксфил и Даларин, вернулись во Дворец Ордына. Они успешно и доблестно выполнили приказ Ордына и действительно устроили ад в странах, в которых появились. Ах, мне скучно. Но Тигрис не был доволен. Два других гуманоидных монстра чувствовали то же самое. Они хотели повеселиться, убивая людей, демонстрируя их подавляющую силу и купаясь в своем чувстве превосходства. Дворец такой скучный. Ордын приказал им вернуться, прежде чем они смогли исполнить хотя бы половину своих желаний. Хотя они чувствовали раздражение, у них не было выбора, кроме как следовать приказу своего короля. Что, черт возьми, случилось с Таджи? Пробормотала Даларин, играя с человеческой головой, которую взяла в качестве сувенира. Голова принадлежала Пиндалю, герою высшего ранга два уровня. Этот идиот, я уверен, что он попал в ловушку, и я уверен, что он найдет дорогу назад. Верно. С его то телом, Таджи так просто не умрет. Я крепче, да и убить меня сложнее. Они болтали друг с другом, идя к залу короля. У больших врат перед главным двором стоял богомол. Это был Куру-Куру, у которого было отрезано одно крыло и рука. Фу, мерзость. Его вид раздражает меня каждый раз, когда я его вижу. Почему он так выглядит? Это я и хотел сказать. Даларин нахмурилась, уставившись на Куру-Куру, в то время как Тигрис, думая, что богомол выглядит еще хуже вблизи, подошел к нему. Глядя на них, Куру-Куру забормотал. Куруру, Куруру. Что он говорит, идиот, который даже не может говорить. Куру-Ру-Ру. Даларин перевела слова Куру-Куру. Почему вы вернулись так поздно? Вы должен были прийти в тот же момент, когда король отдал приказ. Вот что он сказал. Пыф ты. Тигрис ухмыльнулся. Жалкий богомол, ты недостоин. Тигрис поднял свою большую руку и ударил Куру-Куру. Кван. Куру-Куру отлетел в сторону и покатился по полу. Слабый, жалкий богомол, который даже не может говорить. Тигрис фыркнул и вошел в зал. Даларин с легкой улыбкой уставилась на Куру-Куру, а затем последовала за Тигрисом. Куруру. Лорд Куру-Куру. Гуманоидные монстры-слуги помогли Куру-Куру подняться. Поднявшись, Куру-Куру уставился на трех гуманоидных монстров, стоящих перед его королем. Его король приветствовал опоздавших высокомерных монстров с улыбкой на своем лице. Куру-Ру. Куру-Куру стиснул зубы до такой степени, что его челюсть распухла. Канванда, подземный бункер, подготовка к миссии по убийству Ордена наконец завершилась. В симулированном дворце Ордена команда 3 успешно победила Минотавра. Но их командную работу нельзя было назвать идеальной. Шэн Юань и Ли Чи Юн были убиты еще до того, как смогли добраться до босса, в результате чего Минотавра Ким Суха победил самостоятельно. Почему обычные мобы такие сильные, вздохнула Ли Чи Юн, массируя свои ноющие мышцы. Тем временем Шэн Джон Хак уставился на Чэна Юну, которая усердно писала что-то в своем блокноте. Эй, что ты там делаешь? Услышав Шэн Джон Хака, Ли Чи Юн и Ким Суха обернулись. Эй, Чэна Юна прекратила писать, а затем ухмыльнулась. Я разговариваю с мастером. Мастером? Да, этот блокнот работает как то письмо из башни. Чэна Юна использовала блокнот, чтобы общаться со стариком, который, прежде чем она заметила, стал ее мастером. Хотя обычно они лишь просто болтали, иногда она получала ценные советы. О, и кто же человек на другой стороне? Бровили Чи Юн и Грива затанцевали. Я же уже сказала, это мой мастер. Мастер, герой Юси Хюк? Нет, он кое-кто очень важный, но вы о нем не знаете. Чэна Юне было интересно, как они отреагируют, если узнают, что ее мастером является Хэн Кис, но она решили скрыть эту информацию. Она пожала плечами и убрала блокнот. О, точно, мне нужно связаться с Хаджином. Ах, следующие несколько слов Ким Суха заставили сердце Чэна Юны рухнуть. Ким Суха, который подсознательно пробормотал все это себе под нос, остановился, осознав, что только что сказал. О, а зачем тебе Ким Хаджин? Ли Чи Юн загадочно улыбнулась и подошла к Ким Суха. Э, ну, просто так. Ким Суха Суха покашлял и выдал неуклюжий ответ. Он хотел поблагодарить Хаджина за всю ту помощь, что он получил, но у него не было такой возможности, поскольку в прошлый раз, когда они встретились, с ним была Юнь Сона, Кахэм, в любом случае. Он повернулся к Чэна Юне, которая пристально смотрела на него. Чэна Юна, не дай боссу узнать об этом блокноте. Она сказала, что вся электроника запрещена, а он не так уж и отличается от телефона. Чэна Юна, с несколько плохим послевкусием, кивнула, что у вас там не отличается от телефона. Однако в этот момент в комнате появилась их босс. Чэна Юна и остальная часть команды три замерли и, прежде чем они успели среагировать, Юнь Сона выпустила свою магическую силу, чтобы выхватить тетрадь Чэна Юны. Ах, отдайте. Чэна Юна, конечно же, яростно протестовала. Тихо. Запрещенные предметы будут конфискованы при обнаружении. Юнь Сона легко подавила инакомыслие и с усмешкой начала читать блокнот. Ну, посмотрим, с кем там встречается наша Наюна. Однако улыбка Юнь Сона быстро исчезла из-за определенного имени, записанного в блокноте. ССК ССК. Она перевернула несколько страниц, а затем подняла голову и ошарашенно прошептала. Хайн, Хэнкис, это, Хэнкис, которого я знаю. 21 этаж, королевство карт. Я использовал 150 000 об, чтобы получить 3 8-звездочные карты и 1 9-звездочную карту. Из-за того, что количество 8-звездочных и 9-звездочных карт было ограничено, я мог получить лишь 4 штуки, даже с моей удачей. Конечно, я не жаловался, тем более, что все они были эффективными товарами. Абсолютная чековая книжка. Я гулял по улицам, читая описание карточек, которые получил. Абсолютная чековая книжка. Эффективный товар. Чековая книжка, которая может заплатить всем чем угодно. Получатель этого чека также должен выполнить то, за что ему заплатили. Первым был 8-звездочная карта. Абсолютная чековая книжка. Большинство чековых книжек использовались для выплат деньгами, но эта магическая вещица была совсем другой. Мало того, что с ее помощью можно было заплатить обе магической силой, в качестве того, что может быть оценено и отдано, могли выступать даже доверие и другие чувства. И для чего же мне это использовать? И пока я размышлял над возможными вариантами. Аааа, кто же это такой? Ко мне, делая вид, что очень-очень взволнован, кто-то подбежал. Боже, разве это не наш дорогой мастер? На лице Медея была цветущая улыбка. Отлично идеальное время. Медея делала вид, будто наша встреча была полным совпадением, но не нужно быть гением, чтобы понять, что это не так. И мы, ага. Я посмотрел на Медею растерянным взглядом. Учитывая, что она вошла на 21 и краткий этаж со своим статусом администратора, ее появление в царстве явлений уже не за горами. Что тебе нужно? Э, нет не то, чтобы мне что-то нужно. Медея ярко улыбнулась и протянула мне документ. Вот, возьми. Я ждала, пока ты не вернешься. Я взглянул на документ. В заголовке было три слова. Полная передача престижа. Мои глаза почти вывалились из глазниц, но я кое-как сглотнул и успокоился. Что это? Я взяла это специально для тебя. Мне больше не нужен престиж. Ты выходишь из башни? Ага. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Медея рассмеялась так, словно у нее под ногами лежит весь мир. Она даже закрутилась, как балерина. Итак, чтобы завершить мое нисхождение, мне интересно, не мог бы ты сделать мне мантию волшебницы и церемониальное платье, которое можно было надеть под нее? Я подготовлю все материалы, которые тебе понадобятся. Медея выглядела слишком счастливой. Я уставился на нее и задумался. Чтобы сделать мантию и церемониальное платье, которыми она была бы довольна, мне придется посвящать 2-3 часа каждый день в течение по крайней мере одного месяца. Конечно, это не была такая уж и сложная задача. Медея также может стать могущественным союзником человечества, когда она выйдет из башни. Проблема была не во времени, а в том, что случится с землей, когда она окажется на свободе. Ты же согласен, правда? Когда Медея поторопила меня с ответом, и я закончил собираться с мыслями. Я могу. Ва-а-а-а-а. Медея вертелась и хихикала, как маленький ребенок. Кажется, ее мозг где-то потерял шестеренку. Но мне нужно, чтобы ты дала клятву. Я возвращаюсь к жизни, к жизни жизни. Алло? Да-а-а. Я достал кинжал завета, который Хэнки составил со мной. Глаза Медеи стали шире. Э, зачем тебе этот кинжал? В обмен на мантию и платье я хочу, чтобы ты дала клятву. Я высвободил свою силу души. Ксерокс силы души. Вы активировали чудо. Ксерокс силы души. Желтая аура сгустилась передо мной и превратилась в некое подобие ксерокса. Описание. Ксерокс, который может скопировать все, что угодно. Условие активации. Раскрыть название чудо. Стоимость активации или поддержания зависит от того, что копируется. Эффект, используя силу души, создает копию предмета. Чтобы скопировать живое существо, вы должны поместить живое существо в ксерокс. Что это такое? Медея нахмурилась. Ничего особенного, так что не волнуйся. Я положил кинжал Хайнкеса в ксерокс. Попытка скопировать кинжал обета. Возникла проблема. Вы не можете скопировать этот предмет своей силой души. Используйте разгон или установите условия с помощью вмешательства в настройки. Вмешательство в настройки. Ты говоришь с собой, знаешь ли, как и нужно было. Я просто добавил еще несколько условий. Во-первых, скопированный кинжал завета можно использовать только на Медея и Кимхаджине. Во-вторых, требуется четыре полосы клейма. В-третьих, вес клятвы для нас будет одинаков. Кинжал завета был частично скопирован. И мы, вот, нам просто нужно накормить его нашей кровью и дать клятву. Лицо Медея вернулось к тому, что было в прошлом. Это было ее лицо, когда я ее раздражал. Какую клятву? Все просто. Все это просто необходимо, чтобы Медея стала союзником. Я без понятия, что она будет делать на Земле, если на ней не будет никаких ограничений. С ее непостоянной и любопытной натурой она могла бы экспериментировать над людьми и монстрами, чтобы создать что-то вроде химерного бизнеса. Моя клятва будет такой. Я сделаю Медея самые красивые мантию и церемониальное платье. Самые красивые? Осторожность исчезла из глаз Медеи. Да, а ты должна поклясться, что не сделаешь ничего, чтобы нанесло вред человечеству, когда снизойдешь на Землю. Я передал ей скопированный кинжал завета. В то же время, в темном пространстве неизвестного места. Ау, Чин Сахюк застонала, катаясь по земле. Ее последняя попытка сбежать, кажется, оказалась успешной, поскольку теперь она не чувствовала присутствия вокруг себя. Ха-ха-ху. Она отдышалась и проверила свое физическое состояние. Сломанные кости и ребра, выбитые зубы и текущая кровь. Ее глаза также были повреждены, что мешало ей видеть, но, к счастью, ни одна из ее травм не была опасной для жизни. Эти трусы. Она сплюнула кровь и выругалась, а затем начала исцелять свое тело. Во-первых, она восстановила глаза с помощью своей власти, манипуляции реальностью. Как только она восстановила зрение, в ее ушах раздался хриплый голос. Трусы, ты идиотка. Она не узнала этот голос. Чин Сахюк открыла глаза и повернулась к голосу. Джейн ярко улыбалась, смотря на Чин Сахюк. Кто ты такая? Я, ты меня знаешь, Рын. Рын, ага. Кажется, мое лицо отличается от тогдашнего. Ну и конечно, мое настоящее имя, секрет. Кто эта женщина? Пыталась понять Чин Сахюк, когда вдруг что-то вспомнила. Когда-то давно Белла посещала женщина, которая представилась как Рын. Ты знаешь, как тяжело мне было сделать так, чтобы тебя оставили в живых. Я должна была убедить ее, говоря, что ты будешь идеальной приманкой, чтобы вытащить Белла из его укрытия. Что? Белл? Приманкой? Чин Сахюк заставила себя встать. Хруст, хруст. Ее сломанные кости кричали от боли, но это было не невыносимо. Ага, ты должна быть живой, чтобы выманить и убить Белла. В любом случае, ты уже закончила лечить себя? Чин Сахюк молча кивнула. Джейн ярко улыбнулась, а затем быстро сделала шаг вперед и отвела запястье Чин Сахюк за спину. Что? Затем она надела подавитель магической силы на ее запястья и лодыжки. Ты, мягкий знак. Что ты делаешь, Хэм? О, я просто превращаю тебя в нормальную приманку. Какой по твоему приманке может быть позволено использовать магическую силу? Сука. Чин Сахюк начала яростно сопротивляться, но Джейн легко сбила ее с ног. Бам. Чин Сахюк упала на землю лицом вниз, однако она отказывалась сдаваться и трясла своим телом из стороны в сторону. Она выглядела почти как креветка, шлепающаяся на суше. Отпусти меня. Флоп-флоп. Плясь-плясь. Вы трусы. Два на один не было достаточно. Флоп-флоп. Плясь-плясь. Джейн посмотрела вниз и улыбнулась Чин Сахюк, которая вел себя так, будто и правда стала приманкой, а затем заговорила с боссом, которая, как она верила, откуда-то за ними наблюдала. Босс, я приготовила для тебя креветку. Глава 356. Горный мудрец 1. Тигрис Даларин. Таджи Иксфил. Четыре монстра, что выслал Ордын, вызвали волнение по всему земному шару. Слова монстры Ордына попали на первые полосы заголовков по всему миру. Каждый выпуск новостей был пропитан отчаянием. В настоящее время мы находимся в Шанхае, Китай. Со слов репортера картинка на экране телевизора изменилась. Ричел смотрела новости с тяжестью в сердце. Центр Шанхая был полностью уничтожен. Слово полностью было совсем не преувеличением. Дороги были покрыты широкими трещинами, а от небоскребов, что когда-то тянулись к небу, остались лишь жалкие металлические балки. Для сражения с появившимся монстром было вызвано 1300 героев. Непрерывные крики боли раздавались из-под обломков зданий. Тела героев, что были убиты с максимальной жестокостью, невозможно было показать без цензуры. Мэй Чун, которого некоторые считали одним из самых многообещающих героев Китая. Тулей, вернувшийся на родину, завершив обучение в Кубе на 6 ранге. Или Цзюфын, лучший герой высшего ранга Китая. Репортер тяжелым голосом продолжал освещать ситуацию. В общей сложности 987 героев, включая трех упомянутых, пали во время героической попытки защитить свою страну от монстра. По щекам Рэйчел текли слезы. Несмотря на дипломатическое соревнование и мелкие разногласия, которые происходили за годы ее контакта с Китаем, она от всей души скорбела. Смерть героев была большой потерей для человечества. Вот полученное фото монстра, который вызвал эту катастрофу. На экране появилась полная фотография тела монстра. Тигрис – монстр, похожий на тигра. Форма его тела была слишком похожа на человеческую, чтобы его можно было назвать двуногим тигром. Однако его мех был слишком густым, а когти слишком острыми и длинными, чтобы его можно было считать человеком. Тем временем Париж все еще находится под атакой зомби. Зомби убивают людей, тем самым пополняя свою армию. Власти пока не могут найти решение сложившейся ситуации. Если Орден отправил своих монстров в качестве предупреждения человечеству, его план был более чем успешным. Мир, как он и предполагал, начал дрожать от страха, став свидетелем жестокости монстров. Но не все страны оказались беззащитны. С помощью Леди Ахин, 8-звездочного мага, которая оказалась в Англии, и игрок Ашин Джахюк, который служил в качестве командира рыцаря в Кривоне, Англия успешно остановила атаку гуманоидного монстра. Однако, если целью Ордена было полностью уничтожить Землю, то он явно потерпел неудачу. Англия не только успешно остановила монстра, но и обездвижила его. Хотя защитная тактика Англии оказалась успешной, похоже, мир желаний дальше будет оставаться популярным решением среди ее граждан. Эксперты связывают рост популярности мира желаний с широко распространенным слухом о том, что мир желаний останется неповрежденным, даже если Землю разорвет на куски. Принцесса, в этот момент в комнату вернулся старый дворецкий Рычел. Рычел смахнула свои слезы. Да, вам стоит выйти наружу. Скоро приедут гости. Ах, серьезно, уже время? Сегодня Англию собирались посетить главы множества стран. Ожидается, что их будут приветствовать не только премьер-министр и остальные члены кабинета, но и Рычел. Рычел поспешно поднялась на ноги. Иван Дель, отдохни пока. Перед тем, как уйти, Рычел погладила Иван Дель, которая уснула на диване. У-у-е-е. Иван Дель слегка кивнула, едва открыв глаза. Должно быть, она очень устала. Все-таки она целый день заботилась обо всех раненых духах, подумала Рычел, нежно поцеловав Иван Дель в лоб. От Букингымского дворца до тюрьмы Таджи на лимузине потребовалось всего около 10 минут. Несколько магов питали тюремную камеру, которую своей маной создала Шин Джахюк специально для содержания Таджи. Спасибо, что пришли, принцесса. Рада вас видеть. Рычел улыбнулась и обменялась приветствиями с министром обороны. Другие министры, казалось, были заняты подготовкой к приезду вип-персон. Рычел изучала их лица. Вы рубите здесь все деревья, но я слышал, что бессмертный любит природу. Серьезно? Эй, тогда перенесите сюда еще деревьев, неважно откуда. Чичучхаль собирался изучить Таджи. Кроме того, Юйонха, которая в настоящее время востребована практически всеми авторитетными фигурами в мире, также сообщила о своем визите. Граждане Англии возлагали большие надежды на эту встречу, однако премьер-министр, который должен был вести эту встречу, в настоящее время в сторонке разговаривал по телефону. Да, да, так ты благополучно прибыла в Пусан? Да, конечно, я позабочусь о постоянном месте жительства, не волнуйся. Премьер-министр говорил по-корейски даже во время личных звонков. Э, о, да, мы сможем встретиться в ближайшее время. В любом случае, до конца моего срока осталось не так много времени. Рычал изогнула брови, нахмурившись. Этот человек тайно эвакуировал всю свою семью в Корею. Как он мог поставить свою семью перед всей страной, за которую отвечает? Рычал была сбита с толку. Кун. Как только она собиралась подойти к премьер-министру, с громким звуком активировался портал. Сущность динамики назвала это портативным порталом, что было не совсем подходящим названием, учитывая, что устройство весило три тонны. Однако это было единственное устройство, которое могло позволить людям телепортироваться в нужное место без использования дара или скилла. «Все, будьте готовы, гости вот-вот прибудут», закричал специалист, отвечающий за портал. Присутствующие важные лица собрались перед порталом. Рычал встала возле премьер-министра. Чаин. Когда из портала полился лазурный цвет, они смогли увидеть на другой стороне мужчину и женщину. Первым, кто прибыл, был Чичучхаль, после которого появилась Юйонха. «Добро пожаловать». Премьер-министр подошел к двум гостям. «Меня зовут Рэй Маккин. Для меня большая честь познакомиться с вами. Рад встрече с вами». Чичучхаль пожал руку премьер-министру. Рычал быстро подошла к ним. «Меня зовут Рычал Элизабет Луиза. Для меня большая честь наконец поговорить с бессмертным». Рычал протянула руку, но Чичучхаль лишь уставился на нее со странным светом в глазах. «Мне убрать руку или просто оставить все как есть?» спрашивала себя Рычал. Однако в следующий момент Чичучхаль наконец заговорил. «Кажется, твой дар похож на мой». Рычал в замешательстве наклонила голову. Однако мгновение спустя, когда она поняла, что Чичучхаль только что похвалил ее, она едва смогла продолжить дышать. «Попростите, дар, похожий на дар Чичучхаля. Бессмертный только что объявил, что он и Рычал похожи. Значит ли это, что он наблюдал за мной все это время?» Рычал была переполнена радостью и давлением одновременно. «О, правда?» «Да, конечно», Чичучхаль имел в виду совершенно другое. «Похожие дары, похожие побочные эффекты». Он продолжал смотреть на Рычал, чтобы посмотреть, как она отреагирует. «Ах, спасибо, большое спасибо». Как и ожидалось, герои нового поколения понятия не имеют о побочных эффектах. Подумав так, Чичучхаль прошел мимо Рычал, так и не пожав протянутой руки. «Рада тебя видеть». В этот момент к ней подошла женщина, которая схватила ее дрожащую руку. «Ах, да, Йонха Си. Я тоже рада тебя видеть». Это была Юй Йонха. Юй Йонха улыбнулась и перешла сразу к делу. «Не могла бы ты показать мне тот же?» «Конечно, следуйте за мной». Ведя Йонху и бессмертного к монстру, Рычал пыталась успокоить свое колотящееся сердце. Не то чтобы это было необходимо, все-таки голубая кубическая тюрьма была хорошо видна за много миль. Йонха несколько восхищенно посмотрел на куб и сказал, «Это и есть тюрьма? Я удивлена, что такое сработало. Да, но маги должны постоянно вводить в клетку свою магическую силу, чтобы поддерживать ее». Манипуляция реальностью Чин Сахюк обладала одним ограничением. Чтобы поддерживать свое существование, результату вмешательства этой власти требовался постоянный поток магической силы. Но это также означало, что тюрьма будет существовать до тех пор, пока существует постоянная доставка магической силы. Монстр спит, спросил Чичучхаль, изучая голема внутри куба. «Да, уже какое-то время», ответил Рычал, на что Чичучхаль приблизился к кубу и, тук-тук, постучал по нему, что выйдя. Вздрогнув от удивления, Рычал почти бросилась на Чичучхаля, но бессмертный остался спокоен и спросил, «Как мне попасть внутрь?» «Извините, внутрь?» Защита Таджи была неприступной. Рычал и Ахин уже достигли консенсуса о том, что лучший способ справиться с Таджи, найти способ заключить его на как можно большее время, и Чичучхаль уже был проинформирован об их решении. Тем не менее, Чичучхаль, казалось, слегка смутился реакцией Рычал, «Я должен войти внутрь, или я не смогу убить этого монстра?» Ах, конечно, Чичучхаль, самый сильный человек современности, был полон уверенности. Центральная Азия, Пандемониум, жители президентского люкса самого экстравагантного отеля Пандемониума, передышка Саурона, мирно отдыхали, несмотря на все волнения остального мира, в комнате с идеальной температурой, пронизанной спокойной классической музыкой и красивым пейзажем за окном. Бэл, Сахюк поймали, наконец, закричала Руми, не в силах сдерживать свое разочарование. «Да, я тебя слышал», равнодушно ответил Бэл, лежа на диване. «Разве ты не собираешься спасти ее?» Бэл улыбнулся. «Нет, зачем мне это, когда я ее туда и отправил?» «Что?» «Это я отправил ее туда». «Если быть точнее, он ее спровоцировал». Ему пришлось действовать постепенно, потому что Чин Сахюк была из тех людей, что никогда бы не согласились делать то, что не является их собственной идеей. «Ты не сможешь ничего изменить, даже если пойдешь, тебе не стоит туда идти, тебя просто изобьют. Если ты победишь, Бэл, я сделаю все, что захочешь». Бэл спровоцировал Чин Сахюк и в итоге сделала то, что он от нее хотел. Часть его первоначального плана состояла в том, чтобы представить ее группе Хамелеона, но он также хотел сбить с нее спесь. В последнее время, по его мнению, она была слишком высокомерна. «Ты ты с ума сошел? Кто знает, что они с ней сделают? Ничего, они оставят ее в покое». Хэм. Бэл хорошенько зевнул. Руми в ужасе уставилась на него. «Как ты можешь быть так уверен? Они не группа бандитов, особенно сейчас, когда босс Бель, а Ким Хаджин контролирует их». Режиссер это слово вполне подходило Ким Хаджин. Для Белла все выглядело так. Босс зависит от Ким Хаджина и не сделает ничего, что могло бы его расстроить. Просто оставь ее в покое. Сахюк из тех, кто становится сильнее, преодолевая препятствия. И если Чин Сахюк все-таки окажется в реальной опасности, Беллу просто нужно спасти ее, прежде чем...